Я включил запись, друзья, это означает, что формальная часть нашего вебинара началась. И в самом начале хочу продолжить тему, которую Леонид Леонид поднял. Может быть, у нас еще один последний вебинар будет. Ты бы, может быть, немного рассказал, просто сам рассказал о своих работах. Немного хотя бы. Хорошо. Можно тебя на следующий, это через неделю будет. Да, Валер, только я живу в экстремальных условиях, поэтому нам нужна страховка. Могут отключить электричество. Ну, если ты бесперебойник там имеешь, то ты полчаса продержишься. Не, не продержусь. А если пропадешь после этого, то... А, интернет отключится, я понял. Да, интернет отключится. Лень, ну, мы же понимаем, что все, это нормально, не волнуйся. Тогда я тебе напишу письмо, значит, вот, и буду ждать от тебя каких-то там сообщений, названия, там, короткую аннотацию. Минут на 40, на час, если можешь. Если можешь кого-то из своих, товарищей, девочек своих пригласить, чтобы совместно с тобой выступили. Мы будем просто только рады, так вот. В общем, новогодний доклад, коротенько, минут на 40, да? Да, 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 все правильно. Мы за одного времени с тобой, поэтому понимаем прекрасно другого. А теперь я начинаю, значит, вот эту уже, сегодняшнюю часть нашего вебинара. Друзья, у меня просьба ко всем, ко всем, кроме, в настоящий момент, кроме, вот, ведущего за телепину, ко всем отключить свои микрофоны. Они обычно мешают. Если вы будете все слышать, но, вот, в нужный момент сможете их легко очень включить. Поэтому просьба всем отключить микрофоны. Всем отключить микрофоны. Так, вот, начинают отключать, но вот некоторые не слышат, поэтому я... А, нет, отключают, отключают. Но, по сути дела, все выключили. Спасибо, все выключили. Значит, вот я сегодня начинаю формально начать. Сегодня, 15 декабря 2021 года, московское время 16 часов 5 минут. Сегодня у нас круглый стол по презентации Андреа Росси от 9 декабря 2021 года. По двум устройствам, которые он разрабатывал в течение последних примерно двух, там, может быть, двух с половиной лет. ЕК, ТСКЛ и ПИ и ЕК, ТСКЛ и ДИ. Организован круглый стол будет следующим образом. Я быстро, за 5-6 минут расскажу о презентации своими словами по-русски. Расскажу о презентации Андреа Росси. Она есть в интернете. Я ее разослал участникам нашего сегодняшнего вебинара. Вы могли посмотреть, но, тем не менее, вот я для начала расскажу, чтобы было понятно, более предметно было понятно, о чем мы тут сегодня будем говорить. После этого выступят несколько, их там человек 5-6, записавшихся предварительно на выступление на круглом столе. Это будет предоставлено в последовательности, как они подавали свои заявки на выступление на круглом столе. Первым будет Пархомов. Он первым позвонил мне с предложением, вот давайте организуем вот это обсуждение. Ну, вторым будет Климов Анатолий Иванович. Он позвонил через 30 минут с точно такой же идеей. Ну, вот Пархомов такой быстрый оказался. Ну и так далее. Там несколько, 5-6 человек. У нас очень квалифицированная команда, на мой взгляд. И мы можем вот в сегодняшнем обсуждении квалифицированно обсудить, что же там такое происходило. Несмотря на то, что мы, по сути дела, там не присутствовали. И это только какие-то видеоизображения. И, по сути дела, черные ящики для нас. Но, тем не менее, возможно, что-то толковое мы сегодня сможем сказать об этом деле. Я бы просил выступающих на нашем вебинаре отобразить два обстоятельства. В конце концов, после своего выступления, сделать такой вывод. Это новый эффект мы наблюдали, ну или нам демонстрируют на этом видео, которое распространил Андрея Росси. Или это особенности регистрации электромагнитного поля, которых очень много может быть в этих условиях. Итак, еще раз. Это новый эффект или это особенности регистрации? Ну, я бы сказал так, что я уверен, что и даже международная научная общественность будет прислушиваться к каким-то нашим заключениям и обсуждениям. У нас и международных много связей просматривается, в интернете вывешивается наш вот этот вебинар, смотрится не только присутствующим на вебинаре, но и большая аудитория вне. Поэтому нужно придерживаться принципа. Я думаю, это он правильный принцип. Платон мне друг, но истинно дороже. То есть мы не будем пинать и просто огульно охаивать Андрея Росси, мы будем с уважением относиться к его огромной работе, но тем не менее будем квалифицированно оценивать то, что он сделал. Вот сейчас я попробую вывесить свои слайды и рассказать вам... Нет, извините, это не то. Валерий Николаевич, можно оперативную информацию? Да, Сергей, пожалуйста. Значит, ситуация следующая. Сегодня с утра оказалось, что Андрея Росси перезаписал свою демонстрацию. Я так понял, что он вычеркнул из нее полностью информацию по лампе. Это первое. Второе, значит, на сайте Екат он убрал всю информацию по этой лампе. И третье, он, значит, заявил, что теперь принимает заказы только на свой генератор. Ну, Сергей, у вас же будет возможность. Вы один из выступающих, и вы нам все это расскажете. Мы же видели вот эту демонстрацию, мы имеем право по ней что-то сказать. Я сейчас попробую... Вот я вывесил свой экран. Я надеюсь, вы его видите. Вот, я надеюсь, вы его видите. Кто-то подтвердите, что вы его видите. Ну, Анатолий... Да, хорошо видно. Спасибо. Все видно, хорошо видно. Спасибо. Я начинаю, значит, вот двигаться по своей демонстрации, чтобы быстренько рассказать, о чем же там Росси нам рассказывал. Значит, ну, вот это первый слайд, значит, вот второй, второй слайд. Вот таким образом я это... Принт-скрины, значит... А полный экран включи, пожалуйста. Сейчас попробую включить полный экран. Значит, где тут это вот... У меня тут все это закрыто немножко. Слайд-шоу. Да, я понимаю. Тут все дело в том, что закрывается этим самым... А вот слайд-шоу. Слайд-шоу. Вижу, да, слайд-шоу. Сначала. Сначала, да. Ну, начнем движение по тому, что же нам Росси показывал. Вообще вся его презентация, вот видно, занимала 14 минут 51 секунду. Что-то не сработало. Еще раз сначала нажми, пожалуйста. А первый слайд уже вы видели. Первый слайд вы видели. Тогда с текущего... Полный экран не работает. Как не работает? У вас вот сейчас видно на экране презентация, которая вот в режиме редактирования, но не в режиме показа. То есть, видимо, не подцепилось это окошко. Нужно, наверное, снова подцепить окошко демонстрации в Zoom. Ну, я попробую это сделать. Я попробую остановить демонстрацию. Еще раз включить демонстрацию. Вот сейчас видите полный экран. Да, все видно хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо Владу за... Выключите все микрофоны. Спасибо Анатолию Ивановичу за помощь, потому что я вот сейчас из-за экрана я не могу управлять эффективно всеми присутствующими, поэтому действительно все микрофоны, пожалуйста, выключите. Итак, вот мы, это тема нашего сегодняшнего круглого стола. Вообще, круглый стол, понятие круглый стол, оно обозначает, что мы все равны в этом обсуждении, и каждый имеет право поднять руку и что-то сказать, высказать свою точку зрения. Вот так устроен круглый стол. Это вот, видимо, по вот этому британской системе рыцарей круглого стола, где они все равны были и садились за круглый стол. Ну, мы не за круглым столом, но тем не менее, мы сегодня все равны. Но сначала вот выступит записавшийся, а потом уже тот, кто захочет выступить. Итак, вот первый принтскрин, который в начале презентации Андрея Руси, который продолжался 14 минут 51 секунду. Вот мы видим здесь показанные элементы, разобранные на столе элементы его первого устройства, которое называется ЕКАД, СКЛ и ПИ. Значит, вот, во-первых, я пару слов, почему ЕКАД, СКЛ. Ну, ЕКАД – это такое, у него уже устоявшееся сокращение, которое он много-много лет, порядка уже 8-9 лет использует. Сначала, насколько я понимаю, это ЕКАД означало, что это электрический катализатор, вот, или какой-то энергетический катализатор. А потом он стал рисовать кошку на своих различных объявлениях, и слово КЭД приобрело значение не катализатор, а какой-то вот такой, может быть, это даже кошка. Ну, это шутливо. Шутливая такая вот замена катализатора на кошку произошла с течением времени. СКЛ – это Свен Куландер, некий швед, который в свое время очень мощно поддерживал Андреа Росси, когда он взаимодействовал с университетом Упсала, там и с другими организациями шведскими, вот, и со шведскими организациями. Вот, это, к сожалению, его уже, насколько я понимаю, 2-3 года нет, и вот в память об этом человеке Андреа Росси свои приборы, вот, выпускаемые после этого, он называет СКЛ, Свен Куландер. И ПИ, насколько я понимаю, это сокращение означает, что это как-то связано с энергией, и, может быть, с энергией, может быть, перформанс как-то, вот, не знаю. Ну, то есть, это с энергией, мы чуть-чуть ниже об этом узнаем. А вот ЕКАТ, СКЛ и ДИ, это будет идти о OLED-приборах, это вот Light Emission Diets, то есть, вот это вот ДИ, по-моему, это преобразование энергии в диодах. Вот поэтому в таких вот диодах полупроводниковых, вот такие два устройства он демонстрировал, и сегодня мы о них будем говорить. Значит, вот что здесь показано, вот это некий вот развал такой радиотехнический или радиоэлектронный, это система управления процессом. Вот этот вот беленький маленький ящик, я его ящичек, коробочка, я заранее ее размеры скажу, это 9 на 9 сантиметров и высоты 11 сантиметров. Это и есть, собственно, вот то, что он называет ЕКАТ и ПИ, ЕКАТ, СКЛ и ПИ. Вот, собственно, вот это он, собственно, это он и считает одним из устройств. Вот все остальное, то, что к этому, вот эта вот система управления, он не относит к самому устройству. Ну, это некая такая хитрость для того, чтобы снизить весовые и размерные параметры, о которых он говорит в презентации вот этого устройства. Вот здесь показана ванна, заполненная маслом, ну, нам неизвестным природой, но каким-то минеральным маслом, по-видимому, в которой в ванну помещен сопротивление. Вот я его показываю стрелочкой, который будет нагреваться с помощью электричества, подаваемого от установки ЕКАТ, СКЛ и ПИ. И он, в конце концов, будет замерять напряжение вот на этих концах вот этого устройства. Ну, вот следующий слайд. Посмотрим. Здесь еще раз фотография, более такая крупная фотография вот этих элементов. Вот здесь мы видим то, что не очень было видно на предыдущем слайде. Это система снабжения электричеством. Вот здесь хороша видна система управления. Вот здесь хорошо виден, собственно, ЕКАТ, СКЛ и ПИ, вот с кошкой нарисованы. Видите? И тут еще есть такая подставочка беленькая, вот, о которой он не включен. Ну, она не беленькая, она такая из какого-то металла, возможно, алюминия. Ее размеры, вот он о них не говорит, Андрей Лорос, в своей презентации, но в ходе... Вот к презентации приложены были, ну, две статьи Леви, такого исследователя, который уже много лет, начиная с 15-го, там, 14-го даже года... Вот, извините, предыдущий слайд не закончил еще. Возможно, даже с 14-го года работает с Росси. Вот, он об этом пишет, и мы знаем, что это, видите, чуть-чуть большего размера вот эта подставка, чем само устройство. Вот, и высота его всего 2 сантиметра. Почему это может быть важно, я там где-то в своих комментариях дальше, может быть, скажу об этом. Значит, вот следующий слайд, это то же самое, только вид сбоку. Мы видим, что вот эта ванна с дополнительной информацией, вот эта ванна, которая наполнена маслом, в которой помещено сопротивление, на котором будет мериться напряжение, выданное вот этим SKL, Екат-SKL-EP прибором. И вот здесь мы видим систему охлаждения этой ванны, вот внизу такие радиаторы алюминиевые, по-видимому. Вот, одна из причин использования масла, он хотел, чтобы сопротивление имело постоянную температуру, и таким образом, значит, характеристики были бы более или менее стабильными. Ну вот, здесь показан инструментарий, который он использует в ходе этой презентации. Значит, вот это есть счетчик Гейгера, и там на синеньком экране, если как-то увеличить или рассмотреть, можно увидеть, что это 0,43 микрозиверта в час, показания фонового радиационного фона вот в лаборатории, в которой происходит презентация. Кстати, вот на стенке, вот здесь вот фотографии, показано огромное количество таких вот светильников. Это есть второй тип прибора, который Росси демонстрировал в ходе этой демонстрации. Мы о нем чуть попозже будем говорить. Кроме того, используется вот такой вот прибор для измерения напряжения. Это, по сути дела, бытовой или полубытовой, значит, вот тестер, как мы раньше говорили. Ну, сейчас мультиметр, говорят обычно, потому что он много чего может измерять. И вот на нем мы видим напряжение, которое на этом сопротивлении имеется вот в настоящий момент. Мы видим, что это не 0. Вот мы видим, что это не 0. Вот это тоже очень важная вещь. Вот тот, кто будет какие-то комментарии давать, может быть, об этом что-то скажет. Если нет, то я тогда пару слов о своих соображениях на эту тему скажу. Кроме вот этого мультиметра, применения мультиметра для измерения напряжения на выходных клеммах вот этого ЕКАТ, СКЛ и ПИ, ничего не измеряется. И еще один прибор. Вот он здесь очень плохо виден. Вот он плохо виден. Вот это вот тоже компания Флюк. Вот такой вот четырехугольничек внизу, я надеюсь, вы видите на экране. Вот я его обвожу стрелочкой в правом нижнем углу экрана. Это есть прибор для измерения мощности, по сути дела. Вот напряжение. Первая строчка – это напряжение. Вторая строчка – это ток. И третья точка – это мощность. Вот зелененькие цифры – это мощность, которую измеряет вот этот мощный ваттметр, по сути дела, который подключен на входе вообще всей системе, включая и систему управления. Вот это показана колодка, как мы называем, для включения разнообразных. Вот он с помощью таких вот плагов, как они называют, они подключают свои приборы. Я хочу обратить внимание, что вот этот ваттметр, он очень важен, потому что он показывает три числа. Напряжение на входе, ток на входе и мощность на входе. И мы увидим там дальше, я просто об этом хочу обратить внимание, что там в его опытах будет огромная-огромная реактивная составляющая, потому что произведение тока и напряжения дадут величину гораздо большую, чем вот эта зелененькая цифра, которая показывает мощность. Ну вот здесь показана схема соединений, которые он применяет, различных компонентов, которые он применяет при демонстрации. Ну вот здесь источник мощности, ну почему-то ваттметр подключен вот таким образом, хотя я знаю, как подключается ваттметр и он подключается, ну у нас похожие есть ваттметры, они подключаются между источником мощности и, значит, и каким-то вот прибором, вот этим ерунда. Но возможно речь идет вот о power source, это из его доклада я лично не очень понял, возможно это вот тот, вот я сейчас на него обращу внимание, вот этот вот серебристый охлаждаемый ящик, который подает напряжение на всю его систему. То есть это не совсем сеть, а нечто еще вспомогательное и поэтому, значит, вот ваттметр включен перед этим вот источником, который подает мощность на ЕКАД. Кроме того, к ЕКАД подключен еще вот управляющая система, он ее называет, значит, вот artificial, сейчас точно не помню, но в общем это искусственный разум, искусственная система управления, мы ее называем системой управления. Ну и здесь, собственно, написана система управления. Вот это вот сам, собственно, вот этот небольшой ЕКАД. Дальше из него выходят два провода нагрузки, которые можно подключать к нагрузке, сопротивление нагрузки, то, что помещено в ванну с маслом. И подключен в вольтметр, который позволяет измерять напряжение. Как видим, у нас еще раз мы видим, что очень бедные инструментарии, которые используются, потому что, собственно, есть только ваттметр и только есть вольтметр. Больше ничего в этих экспериментах не регистрируется. Ну вот, несколько принимаю людей, которые у нас находятся в зале ожидания, управляющие и входящие сюда. Вот, обращаю внимание, значит, вот такую табличку я скопировал ее из работы Леви, который анализировал за примерно месяц до этой демонстрации, в октябре-ноябре, в течение месяца в университете Болонии, который как-то тестировал эти устройства. Вот измеряемые величины – это вольты. И вот получается такая странная вещь, что если нет, не подключен его этот ЕКАД, то напряжение, которое подается на систему, как я понимаю, на систему, вот тот вот серебристый ящик с дырочками, который подает, значит, вот на нем мощность подаваемая 0,8. Ватт, а если включен ЕКАД, то 0,6 Ватт, то есть как бы меньше получается. Ну, такая загадка. Значит, и важная очень величина – это следует, вот это косинус Фи. Мы видим, что косинус Фи безумно маленький. У кого-то включено, это самое, пожалуйста, выключите, выключите, пожалуйста, микрофон. У кого-то включен микрофон, отключайте новые входящие, пожалуйста, немедленно отключайте свои микрофоны. Вы иначе мешаете. Вот Широносов не выключил. Валентин, вы же участвуете давно, вы не выключаете. Степанов, ты же давно участвуешь, не выключаешь. Вот это просто неприемлемо совершенно. Входите, немедленно выключайте звук, пожалуйста. Да это неуважение к докладчикам. Следующая табличка. Так, у меня она почему-то не включает. Там вот включилась. Значит, следующая табличка. Вот какие параметры, это уже я сам составил эту табличку из того, что я увидел на входе презентации. Значит, вот то, что показывает ваттметр. Вот на входе мы видим 223 вольта, ток на входе 0,02 ампера и входная мощность, вот зелененькая эта цифра, о которой я говорил, на ваттметре 0,7 ватта. Вот если мы ток на напряжение перемножим, то мы получим 4,46 вольта ампера. Таким образом, просто очевидно можно сделать вывод, что это чрезвычайно реактивная система. Реактивная система. Не столько активная, сколько реактивная. Вот здесь выходные параметры. Вот напряжение 12,7 вольта, если округлить. Если в ходе демонстрации видна вот эта величина, он ее показывает на вот том вольтметре, о котором я говорил выше. Это один из, по сути дела, двух всего приборов, которые он использует. Ну вот, сопротивление, оно сертифицировано, оно там где-то измерялось в стороне дополнительно. И суммарно с подводящими проводами 1,3 ома. Если мы применим формулу Джоули-Ленса, мы получим 123 ватта. Мощность, выходная мощность, которая выдает этот самый, выдает ЕКАД, выдает на сопротивление, погруженное вот в эту ванну. Но нам никто ничего не говорит относительно реактивности выходного сигнала. Поэтому применение формулы Джоули-Ленса остается, можно ее применять или нет, остается загадкой. Но никто, возможно, выступающий как-то это прокомментирует. Я просто на это обращаю внимание. Валерий Николаевич, вот на понимание, предыдущий слайд, вернись, пожалуйста, предыдущий, предыдущий. Вот где ты, нет, итальянец там, вот его работа. Вот это, косинус фи, ты ничего не сказал, но он очень маленький, тоже говорит, что реактивность большая. Да, 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 причем она реактивность, реактивность, ну уже обсуждение, Анатолий Васильевич, начинаешь. Нет, на понимание того, что... Я могу лишь сказать одно, что ваттметр, который применяется и перед запуском, перед включением, Еката показывает, уже работает система, вот он здесь показывает, вот видите, вот этот пауэрсорс. Пауэрсорс работает, но Екат еще не включен. Вот этот провод, по сути дела, отсоединен, вот этот провод отсоединен. И вот ваттметр будет показывать вот такие параметры, вот такие, косинус фи 0,05. Там, кстати, на этих ваттметрах у нас похожие есть. Там, если следующую табличку запустить, там можно листать эти таблички с помощью такого простого очень там управления. Вот, и там много различных параметров косинус фи, в том числе тоже вычисляется этими устройствами. Но самое интересное, что когда Екат включили, то почему-то мощность меньше стала потребляться. И косинус фи, ну, примерно тот же самый. Ну, вот я могу сказать только то, что я могу сказать. И причем интересно то, что вот он в ходе демонстрации ничего не говорит о мощности. Он говорит только о напряжении. Вернее, он говорит о мощности, но формулу не приводит. Он говорит, что у меня примерно 100 ватт, выходная мощность. Но откуда он ее взял? Вот мы видим напряжение, а какова мощность, мы не знаем. Если формулу Джоуэла Ленца применим, то да. Но можем ли мы ее применять или нет, это неизвестно. Вот это одно из замечаний. Я бы сейчас, мы просто время на это тратим. Вот, может быть, будет при обсуждениях это затронуто. Вот очень важными являются параметры объемные и, значит, весовые, и мощность выдаваемая. Вот размеры, тут почему-то 6,6, а вот у Леви, вот ширина, высота 11, ширина 6, длина 6, а вот у Леви 9. Ну, не знаю, это примерно одно и то же, что 9, что 6. Вот объем вот этого кубика беленького, который я показывал, и, собственно, это и есть, как Росси говорит, это его устройство, 0,4 литра. А мощность порядка 100 ватт. Он об этом говорит, но формулу не приводит. И как он это рассчитывает, непонятно. Это я применил формулу Джоуэллэц, а можно применять ее или нет, одному Богу известно. Так вот, например, он приводит рассуждение о том, что для одного мегаватта ему нужно 4 кубометра. Вот устройство объемом 4 кубометра. Таким образом, уже есть информация какая-то о ранжировании, то есть, как это англичане говорят, об увеличении размера и как это связано с мощностью. То есть, он наставит, ну вот еще раз я показываю, вот его продажный кубик, он таким синенькой краской такой покрытый, или, может быть, это пластик какой-то. Вот здесь вот эта кошка этого, его, значит, ну вот, вот это вот первое устройство, Екат, СКЛ и Пи. Второе устройство, вот оно, это вот Екат, СКЛ и Ди. Вот, он его демонстрирует таким хитрым образом. Значит, идея там вот в чем, что к обычной, значит, вот Light Emission Diod LED лампа, они очень эффективны в сравнении с лампами накаливания, подключается вот этот его прибор Екат, и лампа начинает работать очень эффективно по свету и сверхэффективно по электричеству. Вот, и это вот такое устройство, он предлагает на продажу. То есть, вы можете его купить, повесить, у вас будет светло, а электричество, по сути дела, вы не потребляете. Вот в чем идея. Значит, ну вот, вот как он показывает, что оно работоспособно. Значит, вот опять мы видим, вот это в темной комнате, где-то там вот этот Екат, вот где-то вот здесь стоит и светит на люксометр, который вот он в руках держит вот здесь. Вот, и одновременно он здесь замеряет, вот здесь замеряет напряжение, насколько я помню. А вот здесь вот опять этот ваттметр, вот он получше тут виден, напряжение, входное напряжение, ток входной. И вот эта мощность входная в 3,8 ватта всего. И он будет сравнивать, идея эксперимента состоит в том, что он будет сравнивать показания люксометра, на которой светит эта лампа, значит, с вот таким энергопотреблением, электропотреблением, с работой обычной 100-ваттной LED-лампы, LED-диода, подключенную напрямую к сети, и сравнивать будет отношение, значит, люминов, которые она реализовала вот на таком расстоянии, вот это мы видим тут примерно 2 метра, полтора метра. И по отношению вот этих люминов, то есть эта энергия, ну, преобразованная, как бы, для учитывающей особенности человеческого глаза, вот ее в люминах, как бы, такая вот единица к системе силы введена, вот, значит, с обычной лампой. И будет вычислять вот эту люминозность вот этой системы и с обычной лампой. Значит, вот здесь показан еще раз, а, вот здесь уже лампа обычная, вот здесь мощность, вот здесь мощность, которая на обычную лампу подается, мы видим, что это пример, а, нет, это не мощность, это, извините меня, это... Это люмины, это люмины от обычной лампы, но здесь, это люмины от обычной лампы, да, но вот здесь вот уже мощность порядка 100 ватт, 100 ватт. Люмины от обычной лампы, но порядка 100 ватт. А вот здесь вот мы видим люмины от вот этой лампы, вот этот, вот он там в руке держит этот измеритель светимости, вот здесь 167, а мощность всего 3,8. В этом идея эксперимента. Ну, вот здесь сравнение, вот это я уже табличку эту составил, вот если питание, электропитание на лампу подается через Екат, СКЛ и Ди, то вот 167 люмина, значит, вот 3,8 ватта, вот 44 люмина на ватт, вот расход. Люмин – это тоже один из видов энергии, по сути дела это безразмерная величина, но она учитывает особенности человеческого глаза. А вот при питании от сети непосредственно 100 ваттной лампы, вот она произведет 897 люмина, но она, то есть, на первый взгляд, больше, но она затратит энергии 100 ватт, и получается относительная величина, вот такая безразмерная, она 9 люмина на ватт. И вот он говорит, видите, у меня в 5 раз, значит, вот более эффективная моя вот эта лампа, чем в смысле отношения светимости к затраченной энергии. Ну, дальше мои комментарии идут, вот, поэтому я их, может быть, в конце там чего-то такое выскажу, но, по сути дела, вот о чем мы сегодня должны будем говорить. Поэтому я свое вступление закончил, оно, ну, кстати, продолжалось, оно продолжалось всего 12 минут, хотя были и отвлечения небольшие. То есть, я-то думал чуть-чуть меньше, но, тем не менее, это тоже приемлемо. Значит, у нас несколько человек записалось, и, как я уже говорил, первым выступит Пархомов, который первым, собственно, это его идея, обсудить это, значит, это не его, он не единственный, который эту идею высказал, но он первый на эту тему позвонил. Александр Георгиевич, пожалуйста, тебе слово. Так, включаю демонстрацию, да. Да, мы вот, мы начинаем видеть, пока еще не очень видим, но кое-что уже видим. Так, пока слайдов сначала. Так, видно? Видно только половину видно, потому что у тебя какой-то огромный размер там этого самого всего дела. Нажми, пожалуйста, на квадратик в правом углу. Квадратик в правом углу. Опять та же история, что в прошлый раз, да? Нет, а вот у тебя внизу, я вижу, внизу можно такой рычажок двигать, вот, как бы, который уменьшит размер. Вот попробуй его подвигать. Налево его двигать. На моем экране весь мой экран занимает моя демонстрация. В правом верхнем углу у тебя квадратик. В верхнем углу, квадратик. Дополнительно, да? Дополнительно, ну, так. В правом верхнем углу квадратик. Рядом с крестиком. Никаких квадратик. Вот есть дополнительно в правом верхнем углу. Нет, но пониже, пониже, на пану твоей презентации. Нет, коллеги, дело не в этом, там просто демонстрация сейчас открылась в другом окне, который Zoom не подцепляет. Сейчас нужно выйти из демонстрации экрана и снова зайти в демонстрацию экрана, подцепив именно вот тот показ слайдов. Ну вот, да, уже Влад это советовал, и совет его был толковым. Саш, выйди, пожалуйста. Остановил демонстрацию. Еще раз проделай ту же самую процедуру. Проделаю ту же самую процедуру. Но только открыть в Zoom именно ту большую демонстрацию. Полностью, да. Или весь экран, да. Показ слайдов и... Так, и что у вас видно? Ничего пока не видел. Демонстрация экрана нажать. Демонстрация экрана нажать. А, да, демонстрация экрана. И выбрать нужную. Демонстрация экрана. Вот, демонстрация экрана. Выбирай нужную. Мы экранов-то не видим вообще. Выбрал нужную. Саш, Саш, слушай меня. Мы твоего экрана вообще еще не видим. Ты пока со своим экраном не занимайся. Ты зелененькую клавишу нажал. Внизу. Демонстрация экрана я нажал. Там, возможно, сейчас она требует разделить свой экран с кем-то. Увидеть вот эти слова. Поделиться. Ага, поделиться, да. Вот, поделиться. Ты нажал. Вот теперь... Теперь... Ну, опять мы только половину видим, так? Только половину. Тебе нужно уменьшить. Сейчас, сейчас. Я наоборот... Вот, вот, вот эту. Вот ты на нее только что навел. Вот, вот сейчас все нормально, да. Так, видно, да? Все хорошо. Давай, начинай. Ну, вот смотрите. Вот это здесь... Теперь... Показ слайдов и сначала... Он это... Он уже это сделал. Все, мы видим. Ну, сейчас видно, да? Все хорошо видно, Саша. Экран не полный все равно. Да? Почему? Почему, Саша? Самое... Ну, по определению. У меня полный. Нормально, нормально. Все видят. Ну, нормально. У меня полный экран. Ну, вот. Ну, здесь показана ссылка, за которой можно выйти и увидеть презентацию РОСИ. Вот. Ну, это уже, может быть, неинтересно. А вот дело в том, что, как всегда, презентация была довольно-таки бестолковой. Но мы уже к этому привыкли. Поэтому очень полезно зайти на ссылки об отчетах испытаний устройств. Эти испытания были сделаны в Болонском университете, организованы Джузеппе Леви. Вот здесь первая ссылка – это испытание вот этого светильника его. Ну, две вторые ссылки – это испытание вот источника энергии. Вот. Ну, Валерий уже много о чем рассказал. И придется мне, может быть, повторять какие-то картинки, потому что других источников, собственно, нет. Повтори, потому что у тебя могут быть свои соображения и свои комментарии. Пожалуйста, повтори. Ну, вот смотрите, вот эту картинку вы уже видели. Это вот схема аппаратуры, схема включения аппаратуры. Ну, Валерий уже прокомментировал ее. Ну, собственно, вот это вот устройство, ЕКЭТ, оно, значит, питается от какого-то источника энергии маломощного. Есть контрольная система, система управления. Ну, это на входе измеряется потребление электроэнергии из сети. Ну, и нагружено это устройство на резистор, на небольшой резистор порядка одного Ома, на котором измеряется напряжение. И если мы знаем напряжение на резисторе, значит, можем определить мощность, которая на нем выделяется. Ну, все очень просто, но на самом деле тут возникают некоторые вопросы. Вот это вот, значит, вид на комплекс аппаратуры, который использовал Росси. Ну, здесь вот это вот пузырьница проводов, это, значит, какая-то система управления, которая не доделана, очевидно. И видно, что еще это устройство не готово к тому, чтобы его продавать, это все еще надо доделывать. Вот здесь сзади виден источник питания. Ну, и это вот бак с маслом, в котором погружен резистор, на котором выделяется энергия. Вот, но более интересен вот этот вот следующий слайд, вид сверху. Эта картинка взяла из отчета Леви. Вот смотрите, вот это вот схема управления, это источник питания, а это сама вот этого сам, вот этот вот ЕКЭТ. И на нем вот это вот Валерий обратил внимание, и Леви тоже обратил внимание вот на эту подставочку. Это интересно, что это и с подставочкой имеется, помимо самого устройства. Ну, почему? Вот смотрите, вот Ильи Ви подозревает, что преобразование там происходит такого типа, что очень яркий источник света, и он окружен фотоэлектрическими преобразователями. Ну, сам Росси говорит, что у него очень эффективные преобразователи, 40-процентные, в чем можно вообще усомниться. Ну, допустим, 40-процентные эти преобразования, значит, более половины энергии будет выделяться в виде тепла. Если бы была вот этот вот просто этот кубик небольших размеров, он же даже вот от этой сотни, может быть, двух сотен ватт, он бы очень быстро нагрелся и перегрелся. Поэтому необходим отвод тепла. Можно предположить, что вот эта вот подставочка, есть теплообменник, который отсасывает выделяющееся тепло. Возможно, что вот эти вот какие-то из этих вот многочисленных, значит, коммуникаций являются подводом и отводом воды, которая производит охлаждение вот этого устройства. Вот. Ну, далее что еще? Ну, тоже какой-то вопрос возникает здесь с тем, что на самом деле очень много проводов здесь. Вот на той схеме, которую я показывал, там всего два провода подходят, но еще один провод от управляющей системы и два провода отходят к резистору. Здесь значительно больше проводов, для чего они, это вот, в общем, пока непонятно. Теперь вот, что касается источника питания. Ну, видно, что здесь источник питания, такой вот характерный источник, импульсный источник питания, но мощностью он, видимо, порядка 100 ватт. А вот когда такие источники сильно не догружаются, они имеют реактивный вход с очень низким коэффициентом мощности, косиненность еще очень низкий. Почему? Потому что на входе стоит выпрямительный мостик, а после выпрямительного мостика стоят конденсаторы. Когда, значит, сильно не нагружен этот источник питания, то фактически получается, что сеть нагружена на конденсаторы. И, естественно, получается очень огромная реактивная составляющая. Тут никакой загадки, по сути, нет. Так, ну что ж, посмотрим дальше. Вот это ванна. Ванна с погруженным маслонагружочным резистором. Ну, было бы очень хорошо, если бы вот эти измерения напряжения на резисторе были бы дополнены температурными измерениями, что было бы очень непросто сделать. И тогда вот помимо электрических измерений были бы еще и калориметрические, что сильно увеличило бы достоверность получаемых результатов. Ну, а действительно, если напряжение здесь 12 вольт, а нагрузочный резистор 1 ом, ну, еще там 3,4 ома, это вот на подводящих проводах, получается где-то течет, скажем, 0,8 ампера. И, значит, это умножаем, нет, примерно 8 ампер получается, умножаем на 12 вольт, получаем где-то около 100 ватт. Ну, здесь вот Валерий стал сомневаться, что действительно нельзя тут ничего, что у Лельенца используют. Ну, поскольку здесь же постоянный ток, здесь вопросов не возникает, вот на входе переменный ток, там, конечно, могут возникнуть какие-то вопросы. Так, ну вот, и, значит, собственно, вот демонстрационная часть уже закончилась, и далее Росси рассуждает о перспективах принимения вот этого устройства. Ну, Валерий уже частично об этом сказал, что, значит, вот можно набрать этих устройств очень много и в объеме 4 кубометра получить целый мегаватт мощности. Ну, по-моему, более интересно набрать, скажем, 10 штучек таких, получить 1 киловатт мощности, и вот эти 10 штучек, они вполне могут обеспечить электроэнергией в средних размерах квартиру. Ну, это электроэнергия, но поскольку все-таки КПД здесь не стопроцентное, поэтому еще, значит, где-то помимо киловатта электрической мощности, еще, может быть, наверное, 2 киловатта тепловой мощности будет, что будет достаточно для обогрева тоже квартиры. Ну, если не квартиры, то хотя бы комнаты средних размеров. Вот, ну, и вот теперь, что касается источников света. Вот здесь вот, вот здесь вот очень интересно. Вот уже было сказано, что недавно сначала об этих источниках света, значит, презентации Роси было сказано, хотя и немного, но все-таки он говорил об этих источниках света. И вообще до недавнего времени он предлагал продажи именно только источники света. И совсем недавно он предложил продажи, ну, пока не продажи, а вот набор заявок, вот эти вот устройства для получения электрической мощности. И вдруг вот он, значит, совсем на днях отзывает все заявки на источники, вызывает, отзывает заявки на эти осветители. Отзывает, значит, заявки и предлагает всем заявившим переключаться на вот это ЕКЭТ-ЭСКАП-ЛЭП, который производит электрическую мощность. Почему он, как это объясняет? Он объясняет тем, что вот на светильнике было немного заявок, а вот после этой презентации на генераторы электрического тока поступило уже вот в первые дни уже 100 тысяч заявок. И он, как сказал, говорит, что, значит, бессмысленно дальше продолжать принимать заявки на светильники. Ну, на самом деле здесь не так все просто. Вот смотрите, он утверждает, что, значит, вот этот светильник столько же выделяет света, сколько и 100-ваттная лампочка светодиодная. На самом деле, если посмотреть внимательно, так как-то не получается. Ну, вот это из отчета Леви видно, ну, вот там было много замеров. Ну, например, когда изменяется мощность, потребляемая от полуватта до 4,8 ватта, освещенность на расстоянии 0,88 метра менялась от 130 до 815 люксов. А эффективность светильников определяется люменами, то есть интегральной светильностью, а это освещенность. Переход от освещенности, вот, от люксов к люменам довольно сложен. Вот это вот поле световое, излучаемое этим светильником, оно неравномерное, к тому же оно очень небольшое. И переходить, значит, к интегральному свечению довольно сложно. Ну, вот была такая, значит, цифра, что, тем не менее, вот смотрите, и Валерий ее произнес, 160 люмен, ну, это как-то вот было все-таки подсчитано, при 3,8 ваттах. Это получается действительно 44 люмена на ватт. Но на самом деле, вот светодиодные светильники, можете посмотреть в любом справочнике, они дают 100 люмен на ватт или даже больше, если хорошие светильники, они дают даже больше. А это обычные, обычные вот лампы накаливания дают до порядка 10 люмен на ватт. То есть, по сравнению с лампами накаливания, действительно, значительно лучше. Но по сравнению со светодиодными светильниками, вот это вот, вот это устройство сильно уступает. Ну, вероятно, вот Руси, когда вот это осознал, он взял и, значит, все это, отозвал все эти заявки, чтобы не было потом к нему никаких претензий. Ну, вот вроде бы все, что я мог сказать по этому поводу. Спасибо. Спасибо Александру Пархомову. Он кое-что принципиально добавил. Мы, может быть, вот комментарии к каждому выступлению, вот я сейчас с Климовым советуюсь, ну и с Пархомовым тоже, мы подождем до конца или сразу, может быть, комментарии к выступлению каждого, чтобы вот люди прокомментировали, что-то спросили и задали вопрос. Я бы предпочел, чтобы сразу, иначе потом как-то все забудется. И вот для того, чтобы как-то показать, о чем я говорю, вот я хочу сказать, вот из доклада Пархомова, ну, я об этом не сказал, но вот могу сказать, что вот Саша предположил, что там какая-то вода и так далее. Сейчас есть очень эффективные системы охлаждения, связанные с так называемыми термоэлектрическими преобразователями. Они довольно дешево стоят, в Китае их там полно делают. Можно получать, вот именно так они выглядят, как вот эти вот коробочки внизу. Поэтому я допускаю, что это термоэлектрический преобразователь, который охлаждает это устройство, которое очень эффективно греется. Валерий Николаевич, возможно, но эти термоэлектрические устройства, они много энергии жрут все-таки. Поэтому уже получается не ничтожная мощность на входе, а значительно больше. Ну, а как он там это учитывает? Вот Анатолий Иванович что-то хотел сказать. Ну, я предлагаю все-таки выслушать всех, потому что... Да, понятно. Тогда комментарий не делаем, а подряд просто выслушиваем. Потому что, смотри, многие вопросы убираются по мере того, и наоборот, возникает новый, по мере того, как вот после тебя Пархомов выступил, ну, много он разъяснил, так сказать, многое озадачил, так сказать. А я выступлю, так вообще сейчас будет. Да, 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 сейчас ты еще наговоришь, это я понимаю. Абсолютно поддерживаю. Я даже более скажу, что каждый из выступающих сможет потом еще раз вернуться и что-то сказать. Спасибо Пархомову. Анатолий Климов, пожалуйста. Саша, убери свою презентацию, красную кнопочку нажми. Уважаемые коллеги, ну, вот я хотел бы продолжить вот эту интересную дискуссию. Очень интересно и было послушать моих коллег, их собственное мнение. Ну, я больше всего жду. Моя презентация будет тогда очень короткая, я даже не буду показывать, так сказать, вот эти самые слайды. Вот я жду, не дождусь выступления, значит, Сергея Цветкова, который вообще-то регулярно взаимодействовал с Россией на протяжении трех лет. Ждал этой вот презентации. Ну, и он знает все подводные, надводные там вот вершины этого айсберга. Значит, и я думаю, Сергей Годин тоже, так сказать, вот обещал высказать свои пожелания, значит, и, значит, ну, посмотрим, вот, надо послушать коллег внимательно. И тогда мы подведем, значит, уже общие выводы, в общих выводах сделаем некоторые. Значит, что я хотел в своей презентации, на что обратить внимание, я не буду показывать. Значит, у меня всего 8 пунктов, по которым я по пальцам буду зажимать. Значит, ну, действительно, значит, вы помните, что есть мостик между шведской демонстрацией, которая проходила там, наверное, года два назад, и настоящей демонстрацией. Никто об этом из выступающих для меня не упоминает, а связь прямая. И мы видим все те же самые, так сказать, ограбли, на которые наступала Россия, так сказать, презентуя первую презентацию. Обратите внимание, он убирает те скользкие вопросы, которые, значит, сейчас пытаются затуманить. Ну, мое большое мнение, что это все-таки большой фокусник. Хотя, ну, может быть, как инженер, умница, так сказать, у него есть какие-то прорывные решения, технологии. Но фокусник, его важнее набрать, так сказать, миллион, значит, заказов, чтобы обеспечить там по 200 долларов. Да что такое? Ну, 200 миллионов он получит. Ну, что, на всю жизнь, что ли, обеспечен? Значит, вместо того, чтобы дать людям новую, значит, знания, новую науку, так сказать, в которой... Ну, разбирайтесь, ребята, я дошел до этого. Идите дальше, так сказать, благодарите меня и идите дальше. Значит, вещь-то идет о некой революции, которая, так сказать, энергетической, которая вот-вот назревает. Вот в связи с этим, я напоминаю шведскую презентацию, и о чем мы говорили там, вы, наверное, забыли. Там стоял осциллограф, который все видели в этом осциллографе, было помимо постоянной составляющей, значит, было четко выражено осцилляции, довольно большие, так сказать, и на них обращал внимание Годин, и я обращал внимание. То есть, он же сейчас вместо вот этих ваттметров, так сказать, меряет явно усредненные, так сказать, характеристики, и что он там меряет, одного Бога известно. Если идет там не постоянный ток, а пульсирующий ток, он надувает нас на самом деле. Почему косинус-фит такой маленький? Только потому, что там есть эти осцилляции. Значит, и тогда все не так просто с этими, так сказать, его измерениями, значит, вот осциллографа нету, он обрал его. Значит, второй момент важный, это мы сейчас имеем действительно вот три документа, по которым можем сделать протокол, вывод. Они назывались, значит, это вот в основном работы Леви, как ни странно. Есть еще один документ официальный, который перед этим выпустил сам, значит, Росси, и на который, в котором он упирает на то, что эффект Казимира, хорошо известный, так сказать, значит, играет важнейшую роль, скорее всего, в его устройстве. Он опубликован, но вот мне Захаров недавно еще раз пересловил, значит, под другим уже, с другими авторами, с другой заказкой, но он опять эту же самую мысль проводит. Эффект Казимира, это значит, мы помним со шведской презентацией, что там в основе-то, и вот есть этот сам Андрей Маклаков, значит, интересный тоже его там был фильм, который вы можете, может быть, многие не видели, а на самом деле ролик-то поучительный, то, что он, так сказать, вот пытался показать в этом ролике. Значит, призываю всех посмотреть, помимо презентации, вот, Росси, ну и вот этот ролик Маклакова. Значит, он о чем говорит, что вы же забываете, что там он показывал, значит, все-таки ярко светящуюся плазму. Вдруг ни с того ни с сего, значит, Росси перешел от, там, ну, его родных генераторов, там, водородоникелевых или, там, алюмогидридных, там, ну, понятно, что это, так сказать, нагревные генераторы, в котором водород играет важную роль. Вдруг он перешел на плазму. Что в этом кубике находится? Да, скорее всего, та же самая лампа, в которой горит плазма, которую он показывал в Швеции. И откуда там берутся вот эти светодиодные, значит, съем энергии? Да понятно, что, значит, что-то светит там. Это самое главное. Что светит там? Теперь вот по поводу того, что сказал Александр Пархомов. Ну, действительно, вот, фильтровая емкость есть, так сказать, в любом источнике питания. Значит, диоды там, ну, что там еще может быть, так сказать, если вообще нет, так сказать, ВЧ-генератора, который дает сразу ВЧ-компоненты. Но даже вот плазма плюс выходной конденсатор, вот по моему опыту собственному, это, так сказать, есть режимы вот в этой плазменной лампе, плазменном объеме, когда вдруг начинается самопроизвольное возбуждение плазменных неустойчивостей, и вот эти колебания, по сути дела, определяются, во-первых, вот этой, значит, величиной этой емкости выходной в источнике питания, она заряжается, разряжается, заряжается, разряжается через плазменную нагрузку. Это вот мы зачастую наблюдали вот эти самопроизвольные колебания и пытались даже к ним подстроиться, то есть войти в резонанс. Получается фантастика, самый лучший энерговыход именно в этом режиме. Поэтому не исключаю, что, значит, вот все-таки, значит, вот, тем более, значит, даже если это будет не ради технических генераторов, это будет плазмодинамический генератор высокой частоты. И мерить энергетику на съеме и на выходе надо очень-очень, так сказать, аккуратно и прецизионно. Без осциллографа, с высоким разрешением, значит, по частотам, до гигагерц. Вот Сергей же говорил нам, значит, Годин, что смотрите вот на гигагерц, что там творится-то. Значит, он же не дает нам заглянуть, так сказать, вот на это. Значит, более того, значит, если идут такие вспышечные явления, так сказать, вот модуляция плазмы, то, ну, вспомните Чернецкого, вспомните, когда он запитывал прожектор 5-киловаттный с помощью от своего источника модульсованного. Значит, наш глаз так устроен, что вот если пойдут у тебя не непрерывный свет, а вот импульсный с частотой, ну, допустим, килогерц и выше, когда глаз уже не различает, значит, непрерывный или импульсный сигнал, ему же удалось в своем источнике, он говорит, ну, смотрите, у меня источник создан, потребляет от сети 100 ватт, а я запитываю, вот смотрите, 5 киловатт, вы что, не видите, он всю улицу у меня освещает. Действительно, за это ему у Чернецкого надо было только памятник поставить, что он сделал уличные светильники с высокой эффективностью за счет пулеметного режима. Поэтому то, что он говорит, там, люмины, не люмины, в этом надо разбираться, так сказать, это, возможно, это и эффект Чернецкого. Ну, самый главный вопрос мой, ну, вы сами понимаете, ну, все к этому подходят. Если человек выдает 100 ватт электрической мощности на гора, то, казалось бы, ну, зачем ему эти 4 ватта для, там, какой-то электроники, для какой-то, там, значит, источника питания, ну, закольцую систему от 100 ватт, что я не могу взять, там, 4 ватта, запустил от аккумулятора и потом выключил вообще. Почему он не отличает от сети-то? Почему он не закольцевал систему? Вы об этом подумайте. Это в этом корень зла, в этом надувательство наше. Значит, ну, и последнее, значит, ну, все обратили внимание на неграмотное, абсолютно бестолковое измерение, значит, радиации, когда уменьшился радиационный фон. Я думаю, об этом вот Цветков поподробнее расскажет. В общем, вот такое, значит, несколько сумбурное мое выступление я закончил, постараюсь для других сохранил время. И передаю эстафету следующему, Сергею Цветкову. Спасибо. Спасибо Анатолию Ивановичу. Значит, вот был тут все-таки вот, Анатолий, вот тут был в чате, был задал, задал, был Зана Савченко задал вопрос, а как влияет, значит, вот эта вот реактивность составляющая на мощность выходную, активную. Вот я просто отвечаю, ну, как бы договариваюсь потом, но потом забудется. Все-таки два слова скажу. Если мы не будем учитывать косинус фи, то мы ошибемся десятки раз в расчете мощности, что он, возможно, и делает. Вот в чем. Мощности-то такой нет. Он же, он же, он даже формулу эту не пишет, потому что понимает, что ее писать нельзя. Поэтому вот, Алексей, в этом все дело. Значит, пожалуйста, Сергей Цветков, включайте свою презентацию, если она есть, или словами ваше выступление. Я начну словами. Вот такое философское выступление небольшое. Мало придумать колесо. Сергей, может быть, чуть-чуть громче, потому что слабовато. Поближе, поближе к этому компьютеру. Как лучше? Вот чуть-чуть лучше, да, чуть-чуть лучше. Ну, давайте сейчас погромче. Так лучше? Ну, почти не изменилось, но в принципе приемлемо. А так? Вот так шикарно, шикарно просто. Мало придумать колесо, надо заставить его крутиться, крутить жернова. Надо вырастить зерно, смолоть его и на этих жерновах муку, потом замесить тесто, испечь хлеб, ну и после этого, тщательно помыв руки, утолить этим хлебом голод. Росси испек два горячих пирожка, сделав два своих устройства. Если хотите, утолите энергетический голод, употребляйте их, а не рассуждайте, нравится вам или не нравится вам этот вид. Вот, значит, еще я свое мнение высказал на сайте у Просверного, там есть, вот, по поводу Андрея Росси, что Андрей Росси никому ничего не должен. То, что он показал 9 декабря, значит, это два технических устройства, работающих на новых физических принципах, совсем не похожих на простое сжигание органического топлива, ни на энергию деления тяжелых ядер, ни на термоядерный синтез при температурах гораздо в тысячи раз больше, чем идут реакции синтеза на Солнце. Человек этот продемонстрировал в течение 15 минут. Там очень внимательно эти 15 минут надо смотреть все, потому что там каждый кадр, он несет на себе много информации. И если что-то пропустить, то складывается действительно впечатление, что ты уже не понимаешь, о чем идет речь и для чего все это. На сайте Екат, который сейчас запущен и работает Росси, значит, он давно запущен, там вот у него сразу пошла реклама после этого на эти устройства. Что вот одно Екат, СКЛ, ЕП, чистое, компактное, не требующее ископаемого топлива электроэнергии, которое 24 часа и 7 дней в неделю непрерывно вырабатывает 100 ватт электроэнергии, не потребляя топлива. То есть надо понимать, что 100 ватт – это электрическая энергия. Не разговор ни о какой тепловой энергии не идет. То есть сразу предварительно Росси говорил о том, что у него, его устройство, вот это вот, оно вырабатывает 95% электрической энергии. И только 5% уходит в тепло. Поэтому говорить о том, что там какие-то стоят охладители под этой штукой, и они снимают какую-то часть энергии, ну, я бы поостерегся. Другое, значит, он утверждает, что вот эта лампа СКЛ LED – самая энергоэффективная лампа когда-либо созданная. Потребляет она менее 10%, чем любая другая лампа в мире. Вот такая вот у него информация была на сайте про эту лампу. Сейчас он ее снял. Для чего это надо разбираться? Свою демонстрацию он тоже, я понял, сейчас на YouTube, которое выложено, сократил по поводу этой лампы. Ее там нет. С другой стороны, если внимательно смотреть на демонстрацию и посчитать и прикинуть, там у него уже готовых этих ламп стояло около 50. По крайней мере, я 47 штук насчитал. Вот, то есть они были готовы уже для того, чтобы продаваться. Почему это он резко в сторону отскочил? Ну, гипотеза Александра Георгиевича, может быть, и он прав в этом, что не совсем правильно он посчитал вот эту вот эффективность этой лампочки. И что ему об этом сказали на сайте, и он это понял, и перестал рекламировать эту лампочку. Вот, значит, Андрей Рощи обещал сделать демонстрацию 9 декабря. Он ее сделал. Поэтому вот все, кто быстренько-быстренько посмотрел и там принял какое-то там свое мнение, должны еще на несколько раз посмотреть внимательно. Может, я еще раз говорю, каждый кадр и каждая частица информации там имеет большое значение. Вот. К этой демонстрации, значит, прилагаются протоколы испытания, которые сделал Джузепп Леви по договору между корпорацией Леонардо Корпоретит и Болонским университетом. Вот. И каждый желающий может это увидеть. Понятно, что вот эта вот демонстрация, это была реклама работающих устройств на продажу, а не курсы о том, чтобы сделать сам вроде как, попробовать что-нибудь изобразить точно такое же. Я считаю, что вот это вот, эти два устройства, это начало нового бизнеса в сфере глобальной энергетики. Поймите простую вещь, что на данный момент ни у кого из тех людей, которые там десятилетиями занимаются холодным синтезом, по разным направлениям, по разным методикам ни у кого нету в мире ни одного действующего более-менее устройства. Значит, и про Андрея Роща я что скажу? Надо все-таки с книсходительным человеком относиться, потому что это человек уже пожилой. Вот это вот качество его демонстрации говорит о том, что он там в 70-х годах учился, заканчивал, и он на таком уровне, и он просто уже не успевает за развитием всех нынешних технологий, и поэтому вот эта вот его демонстрация выглядит такой вот, ну, мягко скажем, убогенькой, да? То есть нету там никаких сверкающих эффектов, нету там постановочных кадров выразительных. Это вот с этой точки зрения говорить о том, что он кого-то пытается обмануть, это наоборот говорит о том, что человек вот как он думает, так он и показывает. И у него, по моему мнению, создалась такая позиция, которая вот, ну, всех вот физиков, которые, значит, за ним наблюдают и смотрят, бесит просто-напросто, потому что он, ну, не желает играть в эти игры, в которые играют все физики, у нас мира под названием, так называемой Нобелевской премии по физике, да? Вот, он не этого хочет, он идет своим путем, у него свой взгляд на все вещи, и конкретно по отношению к тому, что он что-то, что-то кому-то не договаривает, надо к этому нормально относиться и понять, что Андрея Росси-то, вот он самостоятельный, он индифферентный, он, в отличие от всех, не связан ни с академическим, ни с большой физикой, вот, ни с чем, он индивидуальная личность, и поэтому надо к нему относиться так, что он никому ничего не должен. Вот, это так вступительная речь, а дальше мне, я поговорю про демонстрацию, вот, и я посмотрел на измерение гамма-излучения от Екат-Лэб при демонстрации и проверке, вот, и у меня создалось такое мнение, что вот таким вот образом, каким проводились измерения Джузеппе Леви и Андрея Росси, гамма-излучения, и вообще излучения от этого процесса, его нельзя мерить абсолютно. Вот, и это можно только мерить таким вот образом, как они померили с помощью вот этих вот счетчиков, гейгера двух, там, и еще, еще одного счетчика гамма-излучения. Это можно только подтвердить еще раз гипотезу, которая у нас вот, у всех сейчас ходит, что при холодном синтезе не может быть какого-то ионизирующего излучения. Понимаете, эта вот фраза, она превратилась из той фразы, что мы, во-первых, неправильно меряем это все излучение, так нельзя радиационное излучение мерить от любого источника, надо хотя бы измерять это излучение в угол 2Пи, да, или лучше в 4Пи, потому что это сам механизм, он не является источником постоянного излучения. Оно, как доказали многие измерения, является спорадическим излучением, потому что оно проникает изнутри твердого тела, выходит наружу, проходит еще массу-массу всяких материалов, и только потом мы его можем регистрировать. Поэтому, значит, вот это вот излучение гамма, которое они мерили, причем они мерили там как-то сбоку, в неудобном положении, там какие-то показывали эти самые значения там в течение часа. Сереж, погромче, погромче, Норман. В течение часа у них накапливается все это. Все это неправильно. Вот, надо эти излучения мерить правильно. Во-первых. Во-вторых, кроме гамма-излучения, которое я считаю, по моему опыту, является вторичным излучением при этих процессах, надо мерить обязательно нейтрон. И эти нейтроны тоже надо мерить правильно, а не так, как там с эффективностью 2%, 3%. Площадь вашего датчика там составляет, извините, несколько сантиметров квадратных, когда у вас в 4П это все излучается. Причем оно, это излучение, помимо того, что у нас парадическое, оно еще и не изотропное. То есть оно в разных направлениях может и не излучаться во всех, вернее, направлениях. Поэтому надо еще отметить такой момент, что Росси, вот Анатолий Иванович, продемонстрировал выключение своего устройства. С отверткой он там ползал, сколько времени. Вы видели эти кадры? Вы говорите, что он не показал, что оно не работает от сети. Вот вам, посмотрите внимательнее, он это показывал, он отключал от сети, потом снова подключал. Это увидите. И я заметил еще при измерении гамма-фона такой эффект, где он и записанный, что в начале фона у него 0,43 зеверта, когда он включает, у него фон падает почти в два раза, 0,24 миллизеверта, да, по-моему? Ну и что это такое означает? Вот, я хочу сказать, что у меня, при моих экспериментах, то же самое было при измерении фона от моего рабочего тела, когда я напускал туда дейтерий, у меня счет по гамма резко проваливался и потом медленно-медленно восстанавливался до фонового, до того, как он, как не был напущен дейтерий. То есть внешний, внешний источник гамма-датчик, который стоит, он видел, что дейтерий закрывает, экранирует гамма-излучение от рабочего источника, причем это рабочий источник, который проработал на протяжении нескольких экспериментов, да, вот от свежего источника такого эффекта нет, а вот который проработал, вот такой провал есть по этому самому, по гамма-фону. Это интересная вещь, и я бы вот немножко более внимательно к этому отнесся. Вот. И по поводу того, что Росси не успевает за работием всех этих демонстраций, я говорил, вот. Ну и последнее, вот, меня смутило сегодня то, что было переделано демонстрацией, то, что Росси убрал из своей презентации на сайте вот эту вот лампочку. Чему это все? Ну, я не знаю. У меня остается вопрос. Все, спасибо, я закончил. Спасибо, Сергей. Сергей, а можешь пояснить, вот почему, на ваш взгляд... Евгений, Евгений, прекратите самостоятельность. Не надо самостоятельностью заниматься. У нас время... Ну, вопрос, по ходу дела. У него почему... Руку надо, по крайней мере, поднимать в следующий раз. Задайте вопрос, но быстро. Все, так сказать, демонстрации Росси сопровождаются вылизанными, очень аккуратно сделанными аппаратами. Почему он пошел на то, что вот этот аппарат у него в разобранном виде практически? Вот как ваше мнение на этот счет? Спасибо. У меня никакого мнения есть. То, что он показал, я говорю, смотрите. И сами для себя делайте выводы. Спасибо, спасибо, ответ получен. Ну, вот я все-таки прошу всех, если вопросы к выступающим немедленно возникают, поднимайте руку. Я вот вижу те, кто хотят выступить, я их вижу, вот четыре человека, кроме нашего списка. Но если вы поднимете руку, я пойму, что вы хотите что-то спросить. Вот я все-таки по выступлению Цветкова, чтобы не было, значит, каких-то разночтений, хочу сказать, что, Сергей, вы совершенно, на мой взгляд, неправильно поняли его эксперимент, или, вернее, элемент его эксперимента, связанный с отключением этой установки от сети. Он не демонстрировал там, что его устройство работает без сети. Как вы это сказали, люди так могут подумать. Он продемонстрировал в этот момент, когда он там один проводок отключил от вот этого беленького ящика, о том, что у него на выходном сопротивлении напряжение стало фоновым. Вот и все. А никакой работы там не было. Вы там что-то не очень поняли, на мой взгляд. Спасибо Сергею Цветкову. И следующий у нас выступающий сегодня – это Узиков. Виталий, пожалуйста, включайте свою... Да, спасибо. Меня слышно? Да, слышно. Если есть демонстрация, включайте ее. Да, хорошо, включаю. Там зеленую клавишу надо нажать. И если там запрашивается поделиться экраном, то надо нажать поделиться экраном. Так, поделиться. Да, все, мы видим ваш экран. Спасибо, мы видим экран. Слушаем. Так, видно, да? Все видно, да, все видно. Причем сразу, прям видим, во весь экран. Спасибо, вы молодец, да? Так, спасибо. Я представлюсь. Узиков Виталий, теплофизик. Как и моя дочь Арина, работаю в области реакторных технологий. В основном исследовательских реакторов по направлению теплогидравлика. Теплотехническая надежность и пассивные системы безопасности. С Андреем Росси знакомы почти 10 лет. Есть совместный проект по теплотехнической установке на базе источника его энергии, который патентуется в США. Да, сразу скажу, что у нас сложились очень хорошие отношения, но я никогда не пытался получить какую-либо эксклюзивную информацию о его работе. Но был всегда рад ему помочь, если, например, Росси хотел узнать о параметрах термоэлектрических генераторов, разрабатываемых и продаваемых в России. К сожалению, параметры предлагаемых в продаже генераторов оказались крайне неудовлетворительными, а вскоре они ему совсем и не понадобились. Примерно то же произошло с условиями поставки всего двух или трех теротронов из России для задуманного три года назад эксперимента. Поэтому у меня было некоторое представление, в каком направлении продвигаются работы, но не более. И должен сказать, что если действительно у кого-то возникнет желание подробно ознакомиться с работой Андрея Роси, то следует просто прочитать книгу Мата Лимона «Невозможное изобретение». Ну а теперь, что я думаю о технологии ЕКАД. Так как давно с интересом наблюдаю за развитием этой технологии, то выделяю четыре поколения его установок, плюс светогенераторы, использующиеся для освещения плазму Роси. Вот они приведены, я не буду их называть. Первые реакторы, как мы знаем, были представлены совместно с Фокарби в баллоне 14 января 2011 года. По сегодняшним меркам этот реактор кажется довольно примитивной установкой, да еще и с подключенным баллоном водорода, вызвавшим споры о химических реакциях. Вот он виден на правой фотографии. Однако присутствующие шведские и итальянские ученые не дали повода усомниться в этом теплогенераторе. На этом фоне мы видим шведов и двух шведов, и Леви, который проводил последнее тестирование вот этих последних двух устройств. А где Леви? Какой? В центре. Леви в центре. Первый – это бывший председатель, крайний слева – это председатель общества степников в Швеции. А вот второй дальше – Свен Куландер, это именем которого названы аппараты последние СК. Как и планировал, КАСУ 11-го года Россия изготовила мегаваттную установку, хотя без проблем там не обошлось, я знаю, так как моя дочь Ирина была приглашенной на это приемо-заточные испытания, поэтому я имею информацию из первых рук. 28 октября 11-го года в промышленной зоне Баллоне были проведены испытания мегаваттника, предназначенного для анонимного военного заказчика. А от имени неназванного покупателя в этих испытаниях, являющихся частью сделки по обретению энергоустановки за 2 миллиона, испытания проводил инженер-полковник Доминик Ферраваньки, специализирующийся на термодинамике и испытаниях ракет. Вот это у меня вырезки из видеофильма. Видеофильм Ферраванти на правой верхней фотографии в кепочке стоит, это как раз после подписания документа о приемке. А вот внизу, вот Кудрявый Леви, а там за ним моя дочь. Испытания прошли успешно, но нельзя сказать, что они прошли гладко, скорее драматично. И два года спустя Доминик Ферраваньки описал на веб-форуме по Бравком, как возникли проблемы, когда электрические атены были отключены в 12 часов 36 минут дня. Установка перешла в работу в самоподдерживающем режиме, только от тепла реактора. Режим, который военный клиент хотел проверить. Но в это время температура в некоторых из реакторов, которые, по-видимому, не получали достаточного количества воды, на охлаждение начала повышаться. Гидродинамическая неустойчивость двухфазных потоков в системе параллельных каналов создала дисбаланс распределения расхода между реакторами. И чтобы спасти ситуацию, половина реакторов была отключена. В ретроспективе Ферраваньки пришел к выводу, что проблемы связаны с различными недостатками конструкции системы водораспределения и поддержания давления. Но также отметил, что тест все равно был успешным и что он решил остановить испытания раньше, чем планировал Росси, когда при половине отключенных реакторов, подчеркиваю, установка уже проработала в автономном режиме в течение пяти с половиной часов на мощности 470 кВт, что было вполне достаточно для подтверждения ее работоспособности. Я подчеркиваю, что то, что я сейчас говорю, я говорю, дочь мне звонила в прямом в онлайн режим. Поэтому это не с чьих-то слов. И что дальше, что интересно, практически нет сомнений, что мегаваттная установка была продана в ВМФ США, то есть там у них есть, они публикуют траты, и вот 2 миллиона, вот очевидно, пошли на это. Но дальше еще интереснее. Много вопросов вызвала представленная на слайде заявка на изобретение от имени военно-морских сил США без упоминания реального автора Андрея Росси. Вот вы можете посмотреть номер заявки автора и вот тоже такая вот интересная штука. Это к вопросу о том, почему Росси не хочет открывать технические подробности. Важнейшим этапом развития технологии стало создание к лету 2012 года горячих яка, разогревающихся до температур свыше 1000 градусов. Об этом и был основной доклад Росси на конференции в Цюрихе в сентябре 2012 года. Там же на конференции Андрея Росси передал Ирине Усиковой текст этого доклада, где на листе с инфографикой в правом верхнем углу его рукой была сделана карандашная пометка о месте ЕКАД среди известных источников энергии. Ну вот это моя фотография, вот там видно на нижнем рисунке. Дальше это следующее. Сейчас. Вот это место. То есть очень наглядно видно, где находятся химические источники, ядерный источник Плутоний 238. Он, конечно, долго будет распадаться. Один килограмм будет тысячу лет распадаться. Но мощность его будет снижаться от 500 ватт на килограмм до полуватта. Ну а мощность, это все в координатах энергонапряженность и удельная мощность. Видно, что это огромная, огромная мощность. Очень важно, что проверку технологии РОСИ проводили независимые исследователи. В октябре 2014 года группа итальянских и шведских исследователей выпустила доклад о заглавленном наблюдении за обильным тепловыделением из реакторного устройства и изотопными изменениями в топливе. В этом документе заявлена значительная выходная мощность коэффициентом полезного действия в отношении выходной теплоты к входной мощности до 3,6. Эксперимент проводился в независимой лаборатории в Луганах, Швейцарии. По данным этого доклада, в России эксперимент успешно повторил Александр Владимирович Пархов. В январе 2014 года Industrial Hits в своем пресс-релизе заявил о том, что компания приобрела права на технологии КАТ Андреа РОСИ. В 2015-2016 году прошли годичные испытания мегаваттного блока. Далее был отказ Industrial Hits выплачивать оговоренную сумму после окончания успешных испытаний, подтвержденных отчетом независимого валидатора Фабио Пинона. Последовшая судебная тяжба закончилась возвращением всех прав на ИКАТ Андреа РОСИ. Андреа был рад такому исходу судебного разбирательства, так как во время этих годичных испытаний, это я помню, мы с ним переписывались, он успешно протестировал совершенно новый тип реактора ИКАТ-Квартикс. Это вот то, что я называю реактор третьего поколения, плазменный реактор. И все дальнейшие усовершенствования технологии РОСИ касались именно этого плазменного направления. Физическая демонстрация этого маленького, но очень эффективного реактора происходила в Королевском инженерном центре в Стокгольме и заключала в том, что в режиме публичного физического эксперимента измерялась мощность подводимой и отводимой энергии. Коэффициент воспроизводства около 800. Полная версия есть на ВИКУ, естественно. Следующий этап в развитии реакторов третьего поколения это теплогенератор ИКАТ-СК Сленкуландер мощностью 22 кВт, представленный 31 января 2019 года. Примерно тогда же, в январе 2019 года, РОСИ опубликовал важнейшую статью ИКАТ-СК и взаимодействие частиц на больших расстояниях, в которых описал свою гипотезу об основной реакции ИКАТ, основанную на физике электрона и на производстве энергии за счет так называемой энергии нулевой точки. Особое положение в линейке установок ИКАТ занимают светогенераторы Эскалет, использующие плазму для освещения. На слайде приведены технические характеристики после тестирования в Болонском университете. Полагаю, что светильники с такими параметром достаточно хороши, но все же это совсем непрорывная технология. Поэтому логичен сегодняшний отказ от производства этих ламп на фоне резкого интереса к Эскалет и падения интереса к этим лампам. Как объяснил РОСИ, это выбор рынка. Последний продукт ИКАТ, электрогенераторы Эскалет, по-настоящему революционная технология, и она в корне отличается от всех известных разрабатываемых источников энергии, включая АЭС. По моему мнению, следует обратить внимание на ресурс новых энергоисточников и, судя по всему, определяемой только обычной деградацией материалов. В реакторной технике основная материаловеческая проблема ухудшения свойств материалов при облучении в условиях высоких температур. Даже только по этому параметру термоядерные реакторы не имеют абсолютно никаких перспектив. Поэтому реактор Эскалет с точки зрения реакторного материаловедения просто великолепен. Кроме того, он энергоэффективен, не зависит от внешних условий и не наносит вред окружающей среде. Особенно если сравнить Эскалет с существующими источниками энергии, тест выброса СО2, АЭС, возможно, тяжелая... Виталий, Виталий, секундочку. Простите, мы ведь сегодня обсуждаем демонстрацию, а не ГЭС, а мы термоядерные. Хорошо. Пожалуйста, текущую установку. Текущую демонстрацию, пожалуйста. Я просто хочу сказать, что по сравнению, вот, например, у Вачаева электрогенератор, но и это только легенда, то есть никто его повторить не смог. То есть было это, было возможно, но повторить пока никто не сможет. Такая же примерно задумка была у компании Brilliant Light Power, тоже хотели делать. То есть нарисовали красивую картину, раскаленный шар, облепили, значит, источниками для снятия электроэнергии, но в итоге сейчас, в 21-м году, это просто кипятильник с коэффициентом 3,1. Вот, а то, что по демонстрации, если мы сравниваем те параметры, которые были продемонстрированы на презентации 9-го числа, значит, есть такая штука, затрата электроэнергии на собственные нужды. Я сравниваю как реакторщик с АЭС. На АЭС, на собственные нужды расходуются 5,4% электроэнергии против одного уроси. Дальше есть такая штука, которая называется стоимость установленной мощности, одного киловатта установленной мощности. Так вот, стоимость одного киловатта АЭС стоит 5500 долларов за киловатт, против 2490 вот этого эскалиста. и то, что это абсолютно автономная система, это, конечно, совершенно другие условия создает для транспорта. Вот у меня все. Спасибо, спасибо Виталию. Ну, он очень много рассказал нам, повторил, в общем-то, многие вещи, которые мы знали, но еще раз повторил вот про путь, который прошел Андрея Росси. Спасибо ему за это. Но физического анализа проведенного эксперимента, к сожалению, к сожалению, он не дал. Вот я, честно говоря, Виталий, скажу, я это ожидал, но вот, к сожалению, вы и не дали. Ну и насчет автономности, понимаете, вот, ну, осторожнее давайте. Вот такая вот реклама, безудержная, без поддержки, автономности, никогда еще не было продемонстрировано. Не надо называть вещи, которые не были продемонстрированы. Спасибо, тем не менее, Виталию Узикову. Вот очень жду доклада Година, выступления Година, который, вот я уверен, электротехнические и радиотехнические обстоятельства работы вот этой демонстрационной установки нам сейчас расскажет. Виталий, пожалуйста, снимите свою демонстрацию. И слово предоставляется Сергею Годину. Отлично. Добрый вечер еще раз всем участникам нашего круглого стола. Сергей, подожди, пожалуйста, Виталий, красную кнопку наверху своего экрана, нажмите, пожалуйста. А у меня нет презентации, я расскажу так. Еще раз, пожалуйста, посмотри все видео и ищи больший груз, больше обычной ширины, скорее всего. Так, тут еще... Ну, хорошо, ладно. Вот он почему-то... Виталий... Да, да, я пытаюсь найти, я тут плохо ориентируюсь. У вас вверху экрана Зумовского... А, да, да, все. Красная кнопка, нажмите ее, пожалуйста. Все, увидел. Понятно. Спасибо, Сергей. Спасибо. Ну, все нормально, да. Я вижу всех участников, да. Очень приятно, да, всех видеть. Значит, я не буду разговаривать про политику, про философию, да. Я только по технике. Значит, ну, начать со схемы. Схема, мне кажется, немножко неправильно была нарисована, потому что так называемый контрольный блок должен иметь питание тоже вот от той блестящей коробочки, которая там была установлена на столе. Эта блестящая коробочка, скорее всего, правильно сказал Александр Георгиевич Пархомов, что это источник питания. И я его идентифицировал как компания Minwall, китайский, да, примерно на мощность 200 ватт. Характерная мощность такую. 200 ватт, 12 вольт. Вот от этой коробочки должно питаться и этот Екэт, и контрольный блок, и все остальное. Значит, дальше, по поводу ваттметра. Я не поленился, залез в отчет Джузеппе Леви, и там есть ссылки на производителя этого ваттметра. Это, в общем, компания не флюк, это какая-то нонейм китайская компания. Я тут даже выписал ее название. Hudson Technology. Это, значит, модель D52 2047 на один рейт. Это полупромышленный измеритель. Он действительно меряет и потребленную мощность, он меряет и киловатт часы, меряет ток и напряжение. Но хочу обратить внимание, что он рассчитан на 30 киловатт. Когда вы с помощью этого прибора пытаетесь мерить какие-то доли ватта, вы наталкиваетесь сразу на его погрешность. А погрешность в его описании указана ни больше, ни меньше, как 1%. Я, правда, не могу сказать, от чего это 1%. Это от 100 ватт, от 30 киловатт и прочее. Еще указана погрешность плюс-минус 2 цифры. Там написано two digits. Что такое 2 цифры, я тоже не могу сказать. То ли это 2 цифры после запятой, то ли это, скажем, в значении от 0 до 2 или от 0 до минус 2. Это замечание по поводу примененного прибора для измерения мощности. Еще хочу сказать, что если вы откроете описание этого прибора, то там красной строкой написано, что этот прибор предназначен исключительно для измерения синусоидального тока. 50-60 Гц. Если вы меряете импульсный ток, все, забудьте про точности, забудьте про все показания, которые он дает. В нашем случае, я думаю, что мы имеем дело как раз с измерением импульсного тока, потому что импульсный источник питания, правильно было замечено, что он работает в импульсном режиме, потребляет ток из сети импульсами, ну и так далее. Здесь могут быть очень большие погрешности. Меня неоднократно приглашали на проверку подобных устройств, которые пытались обмануть счетчики бытовые для электроэнергии. То есть счетчик показывал заведомо меньшую величину, чем было потреблено из сети. Практически все такого рода устройства работали в импульсном режиме. Например, короткий импульс с длительностью 1 миллисекунда с амплитудой в 300-400 ампер потребляется из сети. Счетчик просто не реагирует на эту величину или реагирует очень слабо. Поэтому на счетчике, условно говоря, мы видим 10 ватт, а на нагрузке мы видим киловатт. Вот вам, пожалуйста, получается сотня. Вот таким способом как бы обманывают доверчивых покупателей. Пойдемте дальше. Значит, мне не очень понятно, зачем такая ванна большая была сделана с маслом для этого резистора. Когда этот резистор предназначен для работы на воздухе. Его можно было прикрепить на обычный алюминиевый радиатор, который под этой ванной в многочисленном числе были установлены. Да, и все было бы прекрасно. Но его зачем-то погрузили в масло. Для меня это непонятно абсолютно. Вот. Значит, если посмотреть на спецификацию этого резистора, залезть на сайт компании, который, кстати, есть тоже адрес этой компании, есть в отчете Джузеппе Леви, то вы увидите, что этот резистор не что иное, как проволочный резистор. То есть керамическая трубочка, на которую намотана нехромовая спираль, и все это зацементировано в алюминиевый корпус. То есть фактически вы имеете не только один Ом обычного активного сопротивления, но еще неизвестную реактивность. То есть если мы имеем дело с высокочастотными импульсами, то естественно на этой индуктивности этого так называемого резистора будет выделяться напряжение гораздо больше, чем просто на активном сопротивлении. Здесь я вижу тоже источник очень-очень большой погрешности. Что можно сказать о мультиметре, который используется? Вот из всех приборов, которые Андрея Росси использовал в этом эксперименте, мультиметр является самым точным. Это действительно компания Fluke, это очень хороший мультиметр, и в его паспортных данных написано, что его точность 0,1-0,2% сохраняется вплоть до частот в 100 кГц. То есть он может мерить импульсные сигналы в режиме True RMS. То есть он реально определяет действующую амплитуду. Здесь ему можно верить. Идемте дальше. Так называемый Artificial Intelligence Block. Это вообще ужас какой-то. Какой-то набор плат непонятного назначения, лежащий на столе, непонятно как соединенный. И это вот так сказать искусственный интеллект. Я не знаю даже, что сказать. Несколько плат я смог идентифицировать. Это с Алиэкспресс две платы. Это DC-DC преобразователи импульсные. Одна плата, какой-то маленький шим-контроллер, видимо, для светодиодной лампы. И вторая коробочка большего размера это шим-контроллер для питания двигателя коллекторного постоянного тока. Какое имеет отношение этот набор бессмысленный плат к искусственному интеллекту, я не понял. И потом вы можете заметить, что как бы не все разъемы соединены и вообще вот эти вот несколько плат стабилизаторов DC-DC конвертеров, они соединены только входными своими проводами, а выходные у них висят в воздухе. Зачем они там нужны, я не понял. Возможно, что для создания какого-то антуража может быть еще какие-то цели. Что еще хочу сказать, что на демонстрации абсолютно не видно, куда идут провода. Вот к нагрузке подходят провода, а куда они идут под стол? А что с ними под столом делается и куда они там включены? Абсолютно не видно. Мы не знаем этого. Дальше. Если вы почитаете внимательно отчеты Джузеппе Леви, то вы увидите в двух отчетах одну маленькую строчку, что выходное напряжение зависит почему-то от окружающего освещения. Ну, оно в небольших пределах, там, наверное, зависит, там чуть-чуть зависит. Вот я это связываю с тем, что нагрузка, скажем, тот же 1Ом, у Росси была соединена не к его и к этому, она была соединена напрямую к источнику питания. Просто 12 вольт. Вот. Там есть небольшой тепловой дрейф и если рассматривать схемотехнику этих источников питания, там есть некая петля обратной связи, в цепь которой включен аналоговый оптрон. То есть у вас есть фотодиодик и фототранзистор в одном корпусе. Если эту деталь освещать внешним светом, то, естественно, фототок будет меняться. Поэтому, может быть, это причина, когда вы меняете внешнюю освещенность, вы видите изменение и небольшое напряжение на нагрузку. Но это так, гипотеза, потому что я это не проверял, но я знаю схемотехнику этих источников и это вполне вероятно. В общем, если все это просуммировать, я делаю вывод, что просто нас хотели обмануть. Вот и все. Вот как бы мое мнение на этот счет. Это все, Сергей? Да. Да. Спасибо. Вот первый, извиняюсь, ну, такой подробный и очень, я бы сказал, такой информативный анализ того, что мы увидели. Вот, к сожалению, ни цветков, ни узиков, они вот такого не могли нам представить. Поэтому спасибо. Я еще хочу добавить то, что Анатолий Иванович абсолютно прав. Почему бы не сделать так называемый self-running mode? Почему бы не запустить часть выходной энергии на вход для питания? Было бы тогда всем понятно. Взяли автомобильную лампочку, подсоединили к этому блоку и всем показали, держа на руке. Зачем городить такой огород? Так что это наводит на... Ну, ты уже ответил, ты уже ответил, зачем этот огород городится, так, или городица, не знаю, как правильно по-русски, ну, или, по крайней мере, одна из версий. Ну, мы не будем вдаваться ни в ту, ни в другую крайность, мы сегодня просто анализируем то, что мы видим на этой презентации. Спасибо, Годину. И у нас вот тут несколько желающих выступить. Болеш, можно слово сказать? Леонид, пожалуйста, тебе без очереди. Нет, я улезаю, потому что через пять минут у меня свет выключен. Скажи, пожалуйста, да. Ну, вот я выслушал... Уважительно. Да, боюсь, не успею. Я выслушал очень интересный доклад. Я первый раз вижу Виталия Узикова, очень интересный, очень критичный доклад Сережи Година. К сожалению, свет выключили, я не услышал Толин доклад. Вот. И мое мнение такое, что исходя из ну, какое-то разгадывание шарады, это не наука, вообще черт что, какое-то разгадывание шарады. Вот. И я с Годину согласен, ну, я не так критичен, как он, что пытались целенаправленно обмануть, но анализировать, мне кажется, бесполезно. Абсолютно бесполезно. Вот, что для меня является очень, мешает мне, так сказать, так вот сказать, жулик этот, Россия и все. Вы знаете, вот доклад Леви, когда были показаны изотопные соотношения, там есть одна маленькая деталь, которую наверняка не все знают. опираясь на свои эксперименты, могу сказать следующее. Вот эта вот трансформация или Леннер, как мы можем сказать, она имеет поверхностное изделие. То есть, вот на наночастице порошка, который подвергается анализу, изотопное искажение всегда максимально на поверхности. И с увеличением глубины оно, так сказать, ослабевает. И это выясняется вот при каком. Если вы меряете на лазерном масс-спектроме, у вас будет максимальное изотопное искажение. Если вы переходите на ICP-горелку, когда вам нужно объемно растворить наночастицы, то вы видите всегда стабильно меньше величину искажения, что позволяет предполагать, что эффект носит поверхностный характер. Так вот, конечно, можно там подсыпать искаженный никель, но невозможно это сделать так, чтобы это менялось по глубине наночастицы. Это, простите, очень высокая технология. Гораздо проще уже таскетлярно запустить, чем такую технологию создать. Поэтому, когда есть физические аргументы, то можно и обсуждать. А когда вот есть непонятно, что потерянное, если бы мне за Валера, я вообще не понял, что там творилось. у Леонида по-видимому отключился ток электрический, который мы тут все хотим получить, но он много-много чего интересного тоже нам сказал. Спасибо ему огромное. Если у него там что-то включит, то мы ему еще раз дадим выступить. А сейчас, пожалуйста, Барышников, вам слово. Включите звук и ваше выступление. Я бы хотел сказать несколько слов о трансмутации. И вот я бы сказал, стопуляция о трансмутации. Александр, понимаете, мы сегодня обсуждаем не трансмутацию, вы поймите, мы сегодня обсуждаем конкретный эксперимент господина Росси. Вот по нему что-то. Тогда я косуюсь только этого эксперимента. Мне кажется, что здесь я хотел бы защитить немного моральные качества Росси, потому что, на мой взгляд, это просто возможно какие-то ошибки эксперимента. Я думаю, так. Все мы люди какие-то имеются в нас. Александр, давайте научные аргументы, а не психологию. Мы же не семинар по психологии, мы семинар по физике, по этому процессу. Поэтому физические аргументы за и против, вот они принимаются, а психологические нет, не принимаются. Есть что-нибудь по физике, соображения? Ну, мне кажется, что все-таки право был Сергей Годин, он очень обстоятельно это все рассказал, все упирается в точность экспериментов. И мне кажется, что еще важна частота самих объектов, с которыми делается экспериментатор, потому что, ну, например, примеси надо учитывать и так далее. Александр, там не было ни одного слова про этот самый, про какое-то топливо, которое он использует. Поэтому ваше замечание. Александр, вы немножко, может быть, извините. немного общее замечание, потому что я думал рассказать немного. Вот этого нам не нужно, мы тут в этом сами можем много чего рассказать. Спасибо вам огромное. Чижов, пожалуйста. Добрый вечер всем. Слышно меня нормально? Хорошо слышно, да. Ну что, я, в общем-то, предполагал, что будет именно такая презентация, просто мне было интересно еще раз убедиться. Мы уже видели с вами и Екат, типа коробочки, которая висит до сих пор, которую Росси обещал сделать на 3 киловатта. Мы видели и мегаваттную установку, которую, так сказать, вот в контейнер взял он и поставил туда. Как он соединял там? Представляете, чтобы получить мегаваттную энергию, энергию именно, вот, у него там последовательно, параллельно ли они стоят, эти генераторы, непонятно. Вот, если они последовательно стоят, то у него на выходе вообще пар должен идти там со страшной силой. Если они последовательно, параллельно стоят, то тоже непонятно, как он закручивает что-то для того, чтобы электроэнергию получить. Мое отношение такое, что, да, я очень хорошо отношусь к профессору Факарди, который почему-то быстро умер, когда связался с Россией, который действительно почувствовал, что в некой водородной системе есть что-то такое интересное, когда выделяется, так сказать, избыточное тепло. И я сам в этом убедился, что да, там идут интересные процессы. И мы обсуждали это несколько раз. Это доказывает астральном излучении, которое мы видим, и энергетику, которую я прикинул, она просто гигантская, эта энергетика. Поэтому, так сказать, здесь вот я не увидел ничего, что могло подтвердить то, что вот Цветков говорит, он никому не обязан, он ничего не должен. Вы знаете, это, так сказать, профанация, вот, защиту Росси, мне кажется. Вот, поэтому мое мнение, по России я больше вообще не буду принимать участие по обсуждению никаких его экспериментов. Это сплошное, так сказать, реклама, сплошное выбивание денег, или сплошное, так сказать, заблуждение нас. Вот, я даже читал статью, где было написано о том, что, будучи еще президентом Обама, ездил в Китай и договаривался о производстве этих генераторов. Где эти генераторы? О чем речь? То есть, это, так сказать, вот как в 60-е годы были сообщения о том, что сделал летательный аппарат, типа, Минхаузен себя вытащил за волосы. Когда нашим конструкторам на несколько месяцев или там на полгода вырубили всю работу, когда они доказывали, что этого не может быть никогда. Вот, примерно, такая вот позиция у меня. То есть, человек, так сказать, его интереснее. Володь, спасибо, мы же все-таки еще раз, мы физику хотим обсуждать, а не лирику. Да, да. Спасибо. У меня вот мое мнение. Друзья, вот, я вот надеюсь, что следующие выступающие, вот у нас тут вот три еще человека, ну, я немножко скажу, они все-таки по существу будут. Влад, пожалуйста, вам слово. Коллеги, добрый день. Меня слышно, да? Ну, может быть, чуть-чуть. Да, сейчас я в микрофон. Да, ну, у меня, на самом деле, будет пару слов вовсе не про техническую сторону демонстрации, не про то, дескать, верить или не верить Руси, но скорее я бы поверил отчетам. Леви, вот, ну, то есть, там печать Болонского университета, я думаю, такие люди в репутации дорожат. Владимир, а свою камеру, видеокамеру включить не хотите? А я сейчас просто в коридоре, и я, я сейчас кручу, я хожу тут просто перед занятием, да, перед занятием студентами. Ну, так вот, значит, я пару слов скажу просто скорее, ну, из области, что ли, социологии и науки даже, не то чтобы технически, потому что, ну, из этой демонстрации понять что-то сложно, да, вот из отчетов можно понять, что там 100 ватт на выходе, ну, а на входе там гораздо меньше. Я бы хотел сказать следующую идею. Вот если, вот сейчас говорить, на самом деле, ну, обсуждать, это просто, ну, гадать, да, но если Росси все-таки удастся выпустить сколько-то на рынок действительно и продать сколько-то подобных устройств, причем желательно, чтобы, конечно, это были устройства, имеющие на выходе не свет, а именно вот напряжение, ток, то тогда ситуация в корне должна измениться. Она, конечно, это не сразу поймут, она изменится тоже не сразу, но скорее это будет такая жирная черта, ну, я не знаю, получится ли ему миллион экземпляров продать, ну, я ему желаю, на самом деле, чтобы он выпустил это устройство, да, в большом количестве, но хотя бы сто устройств на рынке, независимо просто, которыми владеют разные люди, да, и они могут его, там, использовать на назначение, там, разобрать до винтика, хотя наверняка в Росси будет, там, какое-то соглашение, там, в его, так сказать, пользовательском соглашении, что нельзя разбирать, ну, я думаю, что, кого это остановит. Ну, так вот, хотя бы сто устройств на рынке в разных концах света приведут к тому, что, естественно, найдутся и у нас в стране, и в Китае, конечно же, да, люди, которые разберут по винтику, поймут, как это устроено, какое-то время понадобится для того, чтобы воспроизвести что-то хотя бы близкое, да, пока ни у кого близкого такого результата нет, как у России, понятно, но это вопрос времени. И самое главное, это что произойдет дальше с научным сообществом, но только не с той частью научного сообщества, которое, ну, мы представляем, вот примерно 100 человек в России, там, тысяча человек там всего в мире, которые занимаются, скажем, вот этими низкоэнергетическими объединенными реакциями, да, а широкое научное сообщество, потому что вот такой ситуации пока до сих пор не было, чтобы кто-то выпустил на рынок множество работающих устройств, которые, ну, выделяют там, словом говоря, 100 ватт, потребляют 1 ватт, и непонятно, откуда они эти 100 ватт как бы берут излишней мощности, да, вот если, то есть ключевой момент моего выступления, это слово если, вот если это произойдет, это будет совсем другая история. И я буду говорить, ну, в смысле, вот мне осталось там пару слов сказать, не про то, что там экономика, как там изменится, там политика, это все совершенно не знаю, пусть специалисты разбираются и полагают, но наука, как социальный институт, для него это будет вызов, потому что, ну, представьте, вот я, в основном, я читаю лекцию по электротехнике, по электронике студентам, да, ну, или там любой учитель физики, да, вот на моменте, когда он говорит, что закон сохранения энергии, там, все такое, любой там, не знаю, студент, ученик поставит перед ним это устройство, скажет, ну, объясните, как это работает, то есть у науки, у широкой науки, да, множество миллионов ученых в разных странах, да, будет на самом деле дилемма, либо не заметить, ну, вот, такого изменения ситуации, либо начать, все-таки замечать и начать разбираться, начать разбираться, это означает, что те партизанские группы, исследователи, в котором мы относимся. Влад, вы меня слышите? Все-таки, все-таки по демонстрации вы ничего сказать не хотите, поэтому, ну, извините, давайте тогда завершайте как-то вот. Да, да, я завершаю, я завершаю, и тут будет широкий, на самом деле, спектр, ну, как может прореагировать или не прореагировать широкая наука, но на самом деле это будет вопрос, собственно, ну, авторитета этой широкой науки, перед лицом тех пользователей, которых пока будет немного, но потом их станет все больше, которые будут все-таки спрашивать с этой широкой науки, объясните нам, что это такое, откуда берется энергия. Вот, это будет ключевой вопрос, опять же, повторяю, если только Росси получится выпустить эти устройства. давай по существу. Все, все, я практически закончу. Спасибо, спасибо, спасибо Жигалову. Я, ну, это все, так сказать, довольно, такие сомнительные рассуждения, на мой взгляд, но я бы хотел обратить внимание, что у него в самом начале очень грубая и неправильная оценка. В России этой наукой занимается, на мой взгляд, порядка тысячи человек, а во всем мире занимаются миллионы. Поэтому вот это, он ровно в 10, а то и, может быть, в 100 раз ошибся. Евдокимов, пожалуйста, Юрий, только, пожалуйста, вот, вот к существу, если можно. Хорошо. Я хотел, как раз, остановиться на контроллерном блоке и также вот, на вот входной части. Действительно, здесь вызывает несколько сомнений, что нам входную мощь надо обеспечить 1 ватт для работы кубика, и где-то, по моим оценкам, схема контроллерная, схема управления, схема управления, блок управления, и по-другому, где-то порядка 10 ватт, так на глаз это видно. Стало бы нам где-то порядка нужна 11 ватт. В то же время у нас блок питания, который стоит, он в вентиляционной решетке, видно четко, это не менее 100 ватт. Вот тут правильно говорили. Поэтому несторазмерно большой источник питания для питания, вот для обеспечения, вот там всего лишь, может, 10-15 ватт. Вот это немножко вызывает. Для чего такой блок огромный ставить? Вот, вроде смысла нет. Действительно, когда мы меряем работу, это, по сути, 100 ваттный источник, работа почти на холостом ходу. И когда он не в нагрузке работает, действительно, там могут быть и космусами меняться и так далее. А так, когда он в режиме номинальном работает, в 100 ваттном режиме, у него будет, космус фи будет нормальный, кстати. Дальше, если взглянуть на схему управления, то есть контрольный блок платы, то там видно, действительно, там стоит DC-DC преобразователь, видно по транзисторам, там они один, и там прям видны. Но в то же время, надо сказать, здесь еще назначение этого блока управления, это вырубка, на мой взгляд, коротких мощных импульсов, порядка нескольких киловатт, микросекундной длительности. Они, видимо, служат для зажигания плазмы или накачки, а потом как-то извлечения вот этой энергии, если она там вот таким образом идет. То есть здесь важен алгоритм и система обратной связи для поддержания устойчивой работы вот этого реактора в режиме генерации дополнительной избыточной энергии. Там всего, скорее всего, стоит обратная связь, система типа пид-регулятора, небольшой коррекции, и вот мощная система, которая дает вот эти импульсы. Киловатт мне даже может дать большей мощности. Ну, при коротком импульсе это возможно. Ничего такого невозможного нет. Вот. Дальше. Теперь мы получаем плазму, пульсирующую плазму, будем говорить. Пульсирующую плазму можно превозовать, по сути, через индуктивную связь, трансформаторную связь, будем говорить. Если первичным является у нас, обмотка является самоплазма, дальше через индуктивную связь я могу получить, по сути, переменный ток. Переменный ток в нагрузке и как раз хорошо получать на низкоумные нагрузки. Трансформаторная связь позволяет обеспечить такую связь. Но мощность надо измерять, конечно, тепловую, которая выделяется на резисторе, которая погружена в эту ванну, а не измерять импульсы обычными вольтметрами. Тепловая теплоту, которую выделил с ванной, как делает Александр Георгиевич Парфомов. Все какое там, значит, всегда получает в виде тепла выделиться. Это было бы правильно. Может, поэтому у него ванная задумана, у Росси. Что касается преобразования тепла через термоэлектричество, это путь невыгодный, потому что КПД термоэлектричественных преобразователей всего порядка трех там, ну, максимум 4%. Вы знаете, во время войны партизанские были в отрядах термогенератор для питания приемников в радиостанции. В свое время я столкнулся вот с Тинусом, получил он премию из рук нашего президента. Я с ним контактировал. Он говорит, я залью Европу электричеством поставлю термогенератор гейзера. Он говорит, какой КПД все-таки считаешь? Я говорю, ну, 2-3%, там ничего у тебя не получится. Ну, так оно и в нем получилось. Хотя он премию получил миллион долларов из рук Путина. Вот еще, что я хотел сказать. Ну, и вот частота подачи вот этих импульсов, которые стимулируют возникновение и связано с обратной связью, очевидно, где-то порядка, я думаю, нескольких килогерц. Вот основная частота. Ну, она частота мегагерц. Мегагерц. В Швеции были мегагерцы. Мне кажется, многовато. Ну, может быть, да. Может быть, это... Скорее всего, Климов прав, Зателепин говорит. Потому что ему нужно обмануть вот этот вот ваттметр. А для того, чтобы обмануть ваттметр, надо уйти порядка на 100 килогерц, а может быть, на мегагерц. Ну, если будет греть резистор, то вы не обмануете. Он будет тепловая мощность, будет деляться и греть это вот масло. Он-то этого не делает. Вы правильно указали, почему он это... Ванночку он-то сделал. Ванночку он сделал, резистор стоит. Вот это у него правильный путь. Но он это не показал нам в этом эксперименте. А так бы он нам показал ваттметр, меряющую выходную мощность без ванночки, тогда сразу было ясно, что это неправильно. Вот здесь один момент. Вот у меня все, пожалуй. Спасибо, Юрий. Спасибо, что вот действительно у нас тут всего несколько было выступлений и спасибо, что это было по парафизику. Анатолий Иванович Климов еще раз хочет выступить. Анатолий, давай. Я, скорее всего, буду очень краткий. Я вот обращаюсь непосредственно к Виталию Узикову. Я его на нашем семинаре увидел первый раз. И я так понял, что вот я надеюсь все присутствующие это поняли, что его дочь находится в хорошем дружеском контакте с Россией. Так ли это или нет? Такую глупость я не слышал. Это просто глупость. Она работает во Франции, в Лионе, в Россе живет. В каком контакте? Нет, я имею в виду, что вот, ну, все-таки она имеет до него доступ, так сказать. Все-таки вот... она реактор... У меня вопрос, вопрос к вам, Виталий. Значит, вы рисовали, действительно, все видели в Швеции, что там он использовал вот этот плазменный, ну, реактор, плазменный реактор, будем говорить. Скорее всего, и здесь, вот вы упомянули, скорее всего, и в лампе, и в этом, и КЭТ тоже используется плазма. Так вот, у вас есть надежные данные, что находится вот в этих вот сейчас реакторах, которые он сегодня показывал? Включите микрофон. Я сразу сказал, я теплофизик, и я всегда поддерживал хорошее отношение. Вот то, что он хотел, он мне хотел сказать, что вот когда он еще весной 2012 года получил горячий экад, он мне сообщил. Что он хотел, он мне сообщал, но я никогда не спрашивал его о каких-то технических подробностях, о чего-то. То есть, вот этого у меня категорически вот это табу на такие вопросы. Ну, понятно, спасибо. Пожалуйста. Ну, в общем, вот все-таки я еще раз, так сказать, вот я очень благодарен всем коллегам, которые выступали, все очень интересно выступили, не поленились, так сказать, раздобыть информацию по измеревке. Ну, и вот у меня все-таки есть веские основания полагать, что все-таки Росси, значит, действительно оставил только одну плазменную технологию на сегодняшний день, так сказать, которая закамуфлировала, так сказать, уже вот некоторые новые источники для получения электричества. значит, ну, вот то, что мы пытаемся с Сергеем Годиным сделать, конечно, получение электрической энергии – это заветная мечта, тепловая энергия – это, будем говорить, хорошо, но не совсем то, что надо. И я хотел добавить, что вот именно пулеметный режим, импульсно-периодический режим в плазме, он наиболее перспективный на сегодняшний день для получения электричества. Вот мы, имея большой опыт работы с плазмой в области магнитной плазменной аэродинамики, я могу точно утверждать, что как только в ней начинают генерироваться сильные звуковые волны или ударные волны, на фронте возникает разделение зарядов. Прямой путь к получению электрической энергии с плазмой. Если Роси использовал модуляционный режим запитки своего генератора, все становится абсолютно ясно. Спасибо за внимание. Вот в этом я уверен, что он использовал именно этот режим. Потому что где-то года 4 назад он действительно пытался получить эффективные теплоэлектрогенераторы. Но действительно КПД крайне низкие даже у самых лучших и стоимость их огромная. То есть они совершенно бесполезны. А вот и да, в какой-то момент он написал, что он смог с помощью скорее всего вот этих самых модуляций напрямую получать электроэнергию. И я думаю, что это именно так. И тут еще один вопрос по презентации. Эта же презентация была направлена на продажи на миллионы. То есть тут очень простой вопрос. Когда компания Леонардо будет продавать свои устройства энергогенератор, она будет заключать пользовательские соглашения. И очень простой вопрос. вопрос, если этот генератор, человек заплатит за него 245 долларов, и он не заработает в том режиме, который написал свое... Виталий, вот эта тема финансово-экономическая, она к нашему семинару никакого отношения не имеет. Вот я на это время не хочу тратить. У нас много желающих выступить. Вот эти финансово-экономические и политические рассуждения, вы меня простите, я в этом очень опытен, они абсолютно наивны. Вот спасибо, Виталий, за комментарий. Вот Климову я хочу только сказать одно, что Анатолий Иванович, преобразовывать-то можно, энергия откуда, вот это самое главное, вот это сегодня мы не услышали. Савинков, Геннадий, пожалуйста. Маленький вопросик, я вот смотрел презентацию, ваттметр, на нем напряжение 223 вольта, а презентация была в Майами, а в США у нас в сети, 110-127 вольт. Вот я не могу понять, это как получается. Вопрос, очень хороший вопрос, тем более, что в Европе теперь вообще 230 вольт используется, но мы на него можем ответить, только как бы, ну, придумав что-то спекулятивно, я могу сказать, что преобразователи есть, менее. Можно показать это устройство? Сергей Цветков хочет ответить. Во-первых, это демонстрация была из Болонского университета, как вы заметили, это была из Европы, вот вам весь ответ. Это не в Майами проводил презентацию? нет, это по Майамскому времени проводилось в 9 часов, а по среднему американскому проводилось. Геннадий, у вас только вопрос был, да? Все, ответ получен. Спасибо Цветкову, молодец. Действительно, это месяц в Болонии экспериментировали, целый месяц, и в конце концов засняли там эту презентацию. Объявление было, что презентация в Майами. Ну, мало ли чего там объявляли. Он постоянно что-то объявляет, а потом чего-то. Спасибо, Андрей, пожалуйста. Евгений, пожалуйста. Я хотел бы вернуться к физике этого процесса как ядерщик. Ведь мы занимаемся ядерными преобразованиями и получаем новые элементы. Например, вот у Пархомова 47 новых элементов стабильных. Давайте подумаем о том, вот у нас есть ядерные преобразования, получились новорожденные атомы, а значит, каждый атом, каждое ядро должно стать атомом. И вот в процессе охлаждения и в процессе рождения атома происходит заполнение оболочек с соответствующим высвобождением фотонов того или иного диапазона. Я хотел напомнить вас и связать результаты Милса, у которого энерговыделение происходило в области, будем говорить так, ультрафиолета и мягкого рентгена. То есть энергия выделялась в виде охлаждения новорожденного атома. На в 17-м году Росси, по-моему, в 17-м, он тоже демонстрировал свои энерговыделения и у него параллельно тоже было онлайн спектры будем говорить так, в жестком ультрафиолете. Теперь одна фраза. В одном из интервью на вопрос журналистов, по-моему, как вы пришли к идее светоизлучающего устройства, он ответил, не задумываясь просто, в одном из экспериментов я вдруг увидел в зоне реактора, это в плазмоиде, там плазменный у него был объект, необычайно яркое светоизлучение. Что это значит с точки зрения преобразования? трансмутации. Это значит, Росси удалось создать такие условия, он чисто экспериментально подобрал, такие условия, что у него в итоге образовывалось только одно ядро. Какое? Неизвестно. Но подавляющая часть каналов синтеза шла в одно ядро. Ну, к примеру, вот золото в земной коре, которое в Австралии, например, валяется кусочками прямо под ногами. Таким образом, идея светоизлучающего устройства, она возникла у России, ну, как один из легких путей, когда можно энергию ядерных преобразований трансформировать сразу в свет. Вот, так сказать, я просил бы коллег подумать не только над ядерными преобразованиями, но и на их охлаждении при рождении атома. То есть это существенный момент всех трансмутаций. Ну, теперь, почему Росси снял свою лампочку? Мне кажется, что у него действительно там не светодиоды, а именно часть реактора была доступна, будем говорить, внешнему наблюдению. Я в ответ на призыв Росси купить такой, заказать такое устройство, конечно, я бы заказал его из LED. Почему? просто очень надо иметь спектрометр оптический широкодиапазонный и пощелкать выключателем этого генератора, чтобы посмотреть спектр при переходных процессах, включение и выключение. Моя интуиция мне подсказывает, что там можно определить, какой атом света излучает. вот я по поводу механизмов таковы мои соображения. Что касается политики, неудачной презентации, ну, это физики не касается. Спасибо, Евгений, спасибо. Ну, такие вот соображения новые для нашей сегодняшней демонстрации с сегодняшнего вебинара. Но я хотел бы, Евгений, вот что сказать. Вот преобразователи одних видов излучения светового в другие очень широко известны. Поэтому ведь мы говорим о создании новой энергии, а не о преобразовании, скажем, ультрафиолета в видимое излучение. Вот о чем идет речь. Если Россия этого не знает или не понимает, это не означает, что мы должны покупаться и как-то... Я хочу напомнить, например, что лампы дневного света в свое время были изобретены. Там одно из ключевых моментов, когда они пошли в широкое использование, состояло в том, что были изобретены покрытия люминофорные, которые преобразовывали ультрафиолет в видимое излучение. Если бы не было этих люминофоров, лампы бы еще до сих пор никто бы и не применял. А они, извините, лет 50 применялись очень активно. Поэтому то, что Россия увидела, что там при каком-то процессе преобразуется один вид излучения в другой, это еще не значит, что родилась новая энергия. А мы же говорим о новой энергии. Спасибо Евгению Андрееву. Спасибо. Вот. Пархомов еще раз хочет что-то сказать. Саша, пожалуйста. Я хотел бы особо отметить выступление Сергея Година с его таким глубоко критическим подходом к презентации. Ну, я бы хотел только уточнить относительно измерения мощности. Но на самом деле вот и Россия и Леви они не измеряли непосредственно мощность ваттметром. И не случайно они везде говорили там неоднократно фигурирует такое странное единице измерения, как ватт часы в час. Они измеряли непосредственно мощность, они измеряли расход электроэнергии за какой-то продолжительный промежуток времени и относили к времени этого измерения. То есть на самом деле они не настолько безграмотны в измерениях, чтобы измерять приборами, которые не предназначены для этих измерений. Но еще хотел бы сказать, что да, к работам Росси очень много вопросов возникает. вот на самом деле может быть он просто не умеет подать, может быть действительно он мошенник, может быть он не умеет подать свои полученные результаты так, чтобы к ним нельзя было придраться, но может быть он что-то химичит для того, чтобы очень боится, чтобы его разработки кто-то не украл. И поэтому надо очень осторожно, я думаю, относиться к его работам, но в то же время мы не должны выносить окончательный вердикт, у нас для этого слишком мало информации. Спасибо. Спасибо Пархомову. Да, я об этом в выступительном слове говорил, что мы сегодня просто анализируем то, что мы поняли, а выводы какие-то окончательные сделает просто сделать жизнь. Николай Магнитский, пожалуйста, вам слово. Да, вот я хочу несколько слов сказать по поводу того, чем занималась наша лаборатория Нью-Инфлоу. Мы три года тоже пытались воспроизвести эксперименты Росси, который был доложен еще в 2014 году. Очень много денег было на это потрачено, создали совершенно прекрасную установку, которая была современным оборудованием, современным оборудована. Сделали компьютерные программы и одним словом, три года этим занимались, результат нулевой. Мы не нашли из экспериментов, которые пытались повторить, то, что было опубликовано, ни трансмутации не было, ни тепла добавочного не было выделено. Одним словом, мы пришли к выводу в лаборатории, что вот как Сергей Михайлович сказал, или как Анатолий Иванович, что это фокусник, а может быть даже и более того, чем фокусник. Значит, поэтому мы перестали этим заниматься. Поэтому я, конечно, не хочу сказать, что этим вообще не надо. Поэтому если есть компании и люди, которые продолжают заниматься этими проблемами, то это, конечно, их дело. Но я вот скажу, что мы перешли на другие проблематику в нашей лаборатории и пришли к выводу, что ничего этого на самом деле в природе нет. То, что пытаются продемонстрировать просят. О ваших работах и почему вот у меня получается, а у вас не получается. Не знаю. У меня есть мнение на этот счет, но я не буду говорить. Спасибо. Спасибо Николаю Магнитскому за критические замечания. Мы знаем вот об этом вашем подходе и спасибо, что вы еще раз нам о нем напомнили. Спасибо Николаю. Дангян Арайк, пожалуйста. У меня небольшое замечание. Хочу обратить ваше внимание, что на фотографии снизу этого белого ящика сильное голубое свечение. Вот это интересно. Во время какого эксперимента? На презентации у Роси если... Ты видео смотрел, да? Нет, там фотографии сейчас показали, там видно голубое свечение снизу. Мы посмотрим еще раз, это очень интересно. Это означает, что вот сегодняшнее соображение о том, что в этом ящике видимо источник света есть, и скорее всего это плазма, это видимо соответствует действительности. и это означает, что этот белый ящичек небольшой нагревается и внизу скорее всего вот я скорее всего прав, это подключенный к внешней сети и вообще не учитываемый источник охлаждения этой сети, этого устройства. Райку спасибо за замечание, мы попробуем это увидеть, то, что увидел он. Годин, Сергей, еще раз хочет что-то сказать. Я еще раз такое коротенькое замечание тут насчет плазмы. я не думаю, что там есть какая-либо плазма. Почему? Потому что наш опыт говорит, что создание плазмы всегда сопряжено с наличием источника высокого напряжения хотя бы. Потом работа плазменных устройств сопровождается звуком и некой нестабильностью. То есть плазма невозможно все время держать в постоянном режиме, она колеблется. А судя по результатам, которые были представлены, мощность на выходе все время постоянно, но этого не может быть на протяжении нескольких часов. Должно что-то изнашиваться, какие-то материалы должны расходоваться. Так что скорее всего это не плазма, это некая бутафория, лампочка горит и все такое в этом роде. Что я хотел сказать. Спасибо, спасибо Сергею Водину. Но Сергей, ты не совсем прав, потому что есть разрядные такие лампы газонаполненные в том числе различными тяжелыми газами, никаких звуков особых не издают. Я согласен, есть газоразрядные лампы, но они требуют высокого напряжения. Ни одного высоковольтного провода на картинке нет. Вот это справедливо. Сергей, спасибо, спасибо Сергею. Кроме лампы низкого давления. Там не надо высокого напряжения. Нет, есть и лампы высокого давления, например, ртутные лампы, которые используются для получения нутрофиолета. Там обычное сетевое питание. Они когда разогреваются, они очень хорошо работают и никакого звука не издают. Спасибо, спасибо за добавление. Александр Шишкин, Саш, пожалуйста, тебе слово. Включи микрофон, микрофон выключен. Только добавление мощности они не делают. Я специалист в области радиационной безопасности, радиационного контроля. Я не буду останавливаться на электронике и на прочем. Хочу обратить ваше внимание на один существенный момент, который говорит о том, что там идут какие-то процессы. Это изменение радиационного фона два раза. Такие же наблюдения сделал в 90-х годах наш отечественный ученый Кладов. В его экспериментах около гидродинамической машины стоял источник нейтронов. Во время работы этой установки интенсивность нейтронов упала в два раза. Как и в этом случае мощность дозы снизилась, естественная мощность дозы снизилась в два раза. В основном это естественная мощность дозы связана с излучением окружающих стен. Поэтому прошу обратить внимание на вот этот эффект. Спасибо. Спасибо Шишкину. Но я, кстати, сразу могу сказать, что вот там указано 0,4 микрозиверта. Это если нам привычные величины преобразовывать, это мощность микрозиверта в час. мощность. Так вот нам привычные как-то из моего времени, из 70-х, 80-х годов мы в рентгенах в час, микрорентгенах в час измерили. Это надо на 100 просто умножить. На 100 просто умножить, получается 44 микрорентгена в час. Это огромный фон. Огромный фон. У нас типичный фон в обычных домах. Обычно 10, 12, 15 максимум. В Москве 25. Но 44 это безумный Казани 12. Откуда он это взял? На Ивтане 12. Вот многие годы. Может быть они просто зафиксировали это число. Поэтому этот фон безумный. Откуда он взялся? Он тоже может быть одним из указателей каких-то на то, чем он там занимается. кроме подделок. Вот о чем сегодня говорилось. То есть там может быть физическая сущность. И у нас наверное последний комментатор. Может быть я еще скажу, но времени уже много. Может быть скорее всего не буду говорить. Бог Гриньер. Бог, я ask you to give your very short comment on this round table discussion. Please switch on your microphone and very shortly. It is exotic vacuum objects blowing up and you see a cold patch. Oh, sorry. It's gone. Give me a sec. Can you see it still? Anyway, this one produced EMPs as on a radio station. But anyway, I'll cut to the chase. Okay. So can you see all of this? Yeah. Can you see all of it? Yes, yes, we see this. Okay, so I believe that the original version of the ECAT was based on a 1996 paper by Murray B. King published in 2001. And it's using xenon, a normal glow discharge and using a hollowed cathode that makes a toroidal output. That, I believe, is the original ECAT in this generation. And in 1997, John Hutchison switched from an open discharge to xenon hid tubes. And as we know, an intense discharge will produce strange radiation and it will leave the discharge tube. This was repeatedly pulsed. It wasn't struck and then kept open. Before that, he was using open discharges. This tube I actually saw in Germany in January 6, 2018, and I published it on January 7, 2018. It's the same one that you see in the Hutchison effect experiments on this video here in 2007. So he's using an abnormal discharge within a xenon hid tube. If you look at the Rossi demonstration and I thank Can for finding this, he's taken the top off a xenon 12 volt automotive ballast 35 watt. I believe that what you see in the ECAT so-called energy generator is one of these automotive five atmosphere pressure xenon discharge tubes with tungsten electrodes brilliant light power in their assessment of their welder and silver and HHO they observed within the strike the optical emission from extreme UV to be 250 times the photonic energy of the applied electrical energy this on the right is the non-standard attachment of the power and control to the HID ballast controller and on the left here you can see him rewiring and I want you to look at the reflection in this area here and as he plugs it in you'll see the strike comes and then the glow is at a much lower level and he does this a couple of times so there's an initial flash and then it goes to glow at a that we should be looking at so in one of the circuit boards on the lower left of his array of circuit boards he had covered up this device here which looks like an SLA 12 volt DC SLA and I believe it's a relay for switching he also had a this exact device here and the links where you can go and purchase these things are here it's a step down buck converter with advanced potentiometer adjustable pulse width voltage converter and it's an Arduino so it's potential that he was using this device to control the power post strike and I believe it's very important this relay here this is someone drew up this thing based on a concept but if you replace this relay in this section you could imagine that the ballast is striking and then inefficiently controlling the heat bulb and then periodically it's switching using that relay to dump the power into the load okay I don't know what's going on the background I'm sorry for that audio that's the video that I tried to start earlier now under the base of the ECAT you have this glowing box and I believe this is almost an exact fit scale wise for this solar panel which is 6 volts 1 watt 0 to 200 milliamps the 1 watt is supposed to be the power that drives the device and one of the other devices which he covered up with a heat sink was this device which is a DC to DC boost converter and this could take the power from 6 volts or whatever the output from the solar panel and boost it up to the input power required to drive the HID ballast and he covered up this particular component with a heater now Ken shoulders preferred to use xenon to stabilize his evos as the gaff is both heavy and easily ionized and it also has a lot of D and F shell orbital electrons that can be captured it can be made to fission and can release vast amounts of kinetic energy 41.3 mega electron volts for one fissioning atom and then you also have an unstable isotope which is a double beta decay which could do inverse beta decay